Всем привет! С вами подкаст QWebDesign. Сегодня 25 июля 2016 года, выпуск номер 91. Время без 20.11 по-челябински. Всем привет! У нас для вас есть несколько громких тем. 12 принципов анимации от Disney. Какой язык программирования лучше выбрать начинающим? Хороший, плохой и злой пути работы с JavaScript. Погнали! Погнали! Ты знаешь, на самом деле... У нас есть какие-то хорошие, плохие и злые способы работы с нашим сайтом. Есть, точно знаю, хороший. Но для тех, кто все еще плохой, я хочу рассказать, что на uwebdesign.ru уже спокойно можно в сайдбаре зайти в пост, который мы каждый раз оставляем перед новым подкастом. И там в комментариях предлагать свои темы для следующего, естественно, подкаста. Мы там будем обсуждать их, обсасывать, я не побоюсь этого слова, облизывать. Можно даже писать какие-то свои, знаешь, может быть, жалобы, может быть, истории свои какие-нибудь. Ну, нам пишут уже истории, можно продолжать нам писать, да, свои истории. Это занятно, здорово. В общем, любой интерактив, он прям приветствуется. У нас в сайдбаре темы к ближайшему подкасту прям увидите и обязательно предлагайте. uwebdesign.ru Да. Ну, давай тогда сразу к дизайну, потому что у нас же все-таки uwebdesign. Да, да. Мне иногда кажется, что я уже повторяюсь, и я говорил уже эту фразу, не? Я не помню. Я, может быть, вначале еще не слушаю, но по логике сначала мы про дизайн, потом мы про веб, а потом про u будет. Вау. Вот кто будет тот самый u, про которого мы сегодня поговорим, ну да, да. Как-то ты интригу разрушил быстро. Первая тема искусства минимализма в дизайне. Ну и Бабич. Ник Бабич, да, как обычным, он у нас прям первейший, первый среди равных, только он все-таки реально первейший. И я опять, я уже, опять же, повторяюсь, в прошлый раз я говорил, что Ник Бабич, он себя прям пытается позиционировать как дизайнер мобильных интерфейсов. Как мобайл гай. Да, мобайл гай, и поэтому он везде добавляет приписочку, что вот мобайл апп юай. Хотя на самом деле вот все, что он здесь написал, абсолютно в ровно той же степени, объективно, актуально для любых дизайнов. Хоть и десктопно, хоть практически даже для бумаги, но для бумаги нет. Так вот, он говорит, вообще вот самое важное в дизайне это простой интерфейс. Вот он именно, мы-то вот с Никитой здесь шутим по поводу того, что уже обрыгал, вот это сдолбал, вот это simple, clear и минимализм. А вот он предпочитает думать, что минимализм это идеальный брак-брак между формой и функциональностью. Имеется в виду не брак, который плохо все, а брак, который хорошо все. Ну да, будем думать, что хорошо все. И мне интересно, кто в форме и функциональности мальчика, кто девочка. Кто мамка, а кто папка. Ну да, да. Кто тычинка, а кто пестик. Да, потому что вот я пока вижу, это родитель номер один и родитель номер два, прям как в толерантных обществах. Ну ладно, не будем. И самая такая большая сила, это простота линий, хорошее пространство между компонентами и минимальный, минимальный графический дизайн, который прям прибавляет простоты. То есть никаких суперградиентов, никаких больших рамок, ничего такого, а вот просто простота. Простите за это в толку. То есть можно даже сделать небольшой такой подвывод, что Нику Бабичу не нравится скеломорфизм? Ну, видимо, да. Ну с учетом его сайта, у него здесь все как раз clear и simple. Он предпочитает думать, что это вот лучший способ визуальной коммуникации с помощью такого. Ну давай, давай, тут сразу первый раздел. Первый раздел простые цветовые схемы. Он говорит, самое вообще, самое важное, что мы можем сделать, это упростить цветовую схему, потому что большое количество цветов, оно ошеломляет, оно бескураживает. Вот заходит юзер, и он не понимает, а что тут так много цветов, чего они все значат? Есть ли у каждого цвета отдельные значения или нет? И он уже отвлекается от самого приложения, от самого сайта и начинает думать про цвета. А на самом деле нет. Есть несколько предустановленных типов цветовых схем. Ну мы как бы сто тысяч раз говорили об этом в подкастах, делились новостями там в паблике и на сайте. Кстати, подписывайтесь на паблик и на сайт. И первое это монохромные схемы. То есть когда у нас берется один оттенок, и мы его яркость или насыщенность меняем по S и B. H-S-B, вот в этом цветовом пространстве, если взять, мы H делаем статическим, то есть оттенок по цветовому колесу, допустим, там голубой. И его Brightness и Saturation, то есть яркость и насыщенность, меняем и получаем разные оттенки того же самого синего. И иными словами, когда у нас вот такая цветовая схема, все цвета, они между собой реально похожи, соотносятся. И как бы светлые и темные, они прям... Вот смотришь на них, и они прям вот соседствуют друг с другом. Они прям как дед и внучок. И бабка. Ну да, или дед и бабка. Ну здесь сразу есть пример с Dribbble. Ну, знаешь, вот эти тысячи приложений, сейчас, наверное, их уже меньше делают. Эти флетовые приложения, типа таймера, калькулятора, когда как раз все вот в таких монохромных... Мы вот все думали монохромные, я раньше думал, что это равно черно-белые, но нет, монохромные, это когда от одного оттенка все цвета образованы. Так что это простота, и это на самом деле не обескураживает. Ты имеешь в виду, чем меньше цветов, тем у тебя мозги-то, в принципе, отдыхают. Да, и у тебя мозги концентрируются на самих элементах интерфейса. И на самом деле мы можем понимать, что те, которые элементы темные, они такие более фоновые, те, которые светлые, они как бы вообще нам не важны, они такие приглушенные и так далее. Какие яркие, они важны. То есть тут, в принципе, и контрастность-то очень легко соблюсти, и понять, и все вот эти вещи. Поэтому монохромные цветовые схемы, если вы боитесь... Мистер минимализм. Да, если минимализм и боитесь сочетать несколько цветов, боитесь попасть в просаг, то лучше вот в цветовом пространстве HSB один и тот же оттенок, яркость и насыщенность покрутите, и нормально будет. Следующее, Analogies. Аналогичные цветовые схемы. Я, если честно, не понятия не имею, как по-русски правильно называются, но когда соседние цвета используются. То есть вот на цветовом колесе здесь есть пример. Желтый, оранжевый и темно-оранжевый. Они, на самом деле, это составляет аналогичную цветовую схему, потому что... Но это не считается монохромным, да? Нет, это уже прям оттенки разные. То есть именно... Красный, желтый — это разные цвета, да? Да хрена разные. Подожди, нет. Основные цвета, которые нельзя сделать. То есть это синий, получается, желтый и красный, да? То есть из желтого и синего мы можем зеленый. Да, 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 да. Синий, желтый и красный. Это три цвета, из которых... Которые первичны. Хрен сделаешь. Я сразу сейчас вспоминаю, что... Недавно был в геологическом музее, в личном подкасте расскажу. Но очень мало в природе, опять же, в подтверждение того, что мы уже говорили, синего цвета. И даже синие минералы, на них смотришь, они как-то так потусторонне выглядят, как будто что-то неземное вообще. С другой планет. Да, прям вот лазуриты там некоторые и так далее. Они прям вот... Видно, что их ни из чего не сделаешь. Они и так-то... На них смотришь, они такие необычные. Потому что... Ну мы опять же говорили, ни небо, ни вода, которые нам кажутся голубыми, на самом деле не голубые. Поэтому в природе-то все-таки синего мало. Так вот, когда мы делаем цветовые схемы из похожих цветов, из соседних, так скажем, из аналогичных, мы тоже, мы как бы некие градации показываем, но глаз не разбегается, никакого жуткого контраста нет. У нас все в принципе или в теплой, или в холодной цветовой гамме, и да. Эффекты блюра. Это все к вопросу о простоте. То есть если мы будем комплементарные цвета, так называемые, использовать, это два соседних, а один совсем с ними контрастный. Это уже не симпл, не минимализм совсем. Поэтому вот да, нужно быть аккуратным. Если хотите, все минималистично, это либо монохромные, либо аналогичные. Так вот, блюр-эффекты. По Нику Бабичу блюр-эффекты это минимализм. Потому что на самом деле нам не нужно, допустим, две картинки заменять одну на другую. Мы можем просто заблюрить старую, она будет выглядеть по-другому. И таким образом мы покажем, что на данный момент она не важна для нашего контекста, но она есть где-то там, и мы просто вместо того, чтобы, знаешь, такое просто из чё, поп-ап окно на чёрном фоне что-нибудь сделать, ну или на красном, я не знаю, или с другой картинкой, мы просто блюрим подложку, то, что под этим окном, и интерфейс рисуем поверх, и тем самым экономим на картинках, так скажем, и на всём таком прочем. Ну, я согласен с тобой. То есть, в принципе, можно заблюрить же вообще хоть чё. И в том числе элементы интерфейса какие-то. И это тоже будет некий минимализм. То есть, не обязательно картинки. Да, тем не менее, их можно не перекрашивать, а просто заблюрить. И ты работаешь уже с готовыми, так скажем, вещами. Здесь есть пример Yahoo Weather для iOS. Ой, да, и почему-то я знаю. Мне кажется, мы использовали ставить. Я просто точно знаю, что у меня убати на всех девайсах. Вот это первое приложение, знаешь, когда переезжаешь кошку первую в дом выпускаешь. Вот батя, когда берёт новый iOS девайс, какой-нибудь iPad или iPhone, он первым что-то ставит туда, это Yahoo погода. Ему прям стильно нравится. Она локализована нормально на русском. И там столько инфы ветры. В какой там час, какой ветер, какая влажность. Он прям сидит, ему интересно это, он смотрит. Ну и причём на iPad реально красиво. Этот блюр, он так перетягивается. Там, по-моему, даже когда ветер показывает, там ветряк такой крутится анимационно. То есть прям вообще. Я на самом деле, у меня вот на телефоне не установлено. Я дефолтной погодой пользуюсь. У меня тоже, у меня достаточно. Я тебе больше скажу, я не то что дефолтной погодой, а те, кто знают, как в айфонах свапать вот сверху вниз и там вот эта вот хрень с погодой. Я вот на неё смотрю. Я тоже там, да. Мне хватит. Это экран сегодня называется. Там сегодня столько-то, вы можете доехать туда-то-то, и вообще вы крутой. Это мне такое. Пишите просто, да. Подожди, хорошо, давай дальше. Чё там? Следующий пункт. Одно приложение, один шрифт. Здесь нам говорят, что если вы не супер-мега-крутой профессионал в сочетании шрифтов, а на самом деле, вот так вот подумать, супер-мега-крутой профессионализм заключается в том, что надо шрифты одного производителя хорошо сочетаются. Ну, кстати, да. Ну, вот, допустим. Ну, то есть в одном стиле просто выполнены шрифты. Ну, да, так или иначе они выполнены в одном стиле, но неважно. В общем, суть в том, что если, говорит, вы делаете некоторые куски приложения из разных шрифтов, то пользователь подсознательно будет думать, что они из разных приложений, не принадлежат одному этому, и будет их разделять, прям вот на два разных лагеря разводить. А это не так, у вас же одно приложение. И поэтому вы, если используете, хотите сделать минимализм и достучаться до пользователя, то не применяйте его другим шрифтом, меняйте начертание, то есть жирность там, в смысле, что... Курсивность. Ну, да, можно менять курсивность, можно менять жирность начертания, то есть там тонкий, regular, light, black, может быть, там, и так далее. И размер, естественно. Хотите что-то на что-то с акцентировать внимания, сделайте жирным или большим. Или тоненьким и большим, наоборот, по хипстерам. Но тут это уже... Назовлю и на картинке. Да, пишите в комментариях, какой вы шрифт делаете, жирный или тонкий, и мы попробуем психологически, да, разобраться. Так, ну давай, Data Spotlight. Да, подожди Data Spotlight, здесь он просто пару примеров еще приводит, что вот даже у Apple в операционке везде Сан-Франциско фонд используется. Если вы не используете какие-нибудь фанки браузеры, типа Яндекс браузера, то у вас вот везде, и на сайтах он, ну, хорошо, на сайтах те, которые покажут, но если SystemFond на сайтах используется, как у нас на сайте webdesign.ru, вот на webdesign.ru с iPhone зайдешь, там будет Сан-Франциско. Я тебе больше скажу, мне кажется, что приложения такие полунативные, полухренивные, какие-нибудь third-party приложения на iPhone должны Сан-Франциско поддерживать и иметь его. Да, да, если это не какие-нибудь там хитрые приложения типа Adobe Creative Cloud, в которых там шрифты важны, как воздух, то лучше бы использовать дефолтные шрифты, просто чтобы не конфьюзить пользователя. Да. Но мы это говорили тысячу раз бы. Да, да, поэтому Data Spotlight. Так вот, ну Data Spotlight, он имеет в виду о том, как сделать акцент на каких-то вещах. Ну и он говорит, вы можете использовать большой шрифт, большой размер шрифта или какой-нибудь как раз контрастный шрифт. То есть даже если у вас монохромная какая-нибудь цветовая схема, то вы можете прям супер акцент сделать контрастным. Если у вас синяя монохромная цветовая схема, оранжевым делаете, что-нибудь выделяете, и все, у вас полный контраст. Как раньше, я помню, лендинг Bootstrapable, все было фиолетово, а кнопка была оранжевая. Это прям самый, чуть ли не на втором Bootstrap'е так было. Я боюсь сейчас соврать, напишите в комментариях. Вот эти люди, которые пишут, какие сериалы на гифках, они наверняка знают, где я видел. Они, к сожалению, не знают про Bootstrap. Они только сериалы смотрят. Ну, может быть, но я буду верить в них, наверняка, наверняка. Я, правда, не помню имен. Но напишите, если знаете. Да, напишите. Можно, конечно, просто, наверное, в этом WebMachine посмотреть. Wayback. Ну, я понял, да. Да, в WebArchive и WaybackMachine. Но мы не будем сейчас этим заниматься. Это долго. Ну, и, короче говоря, он нам показывает, что даже если у вас черно-белое приложение, вы синеньким что-нибудь подсветите, и оно уже автоматически будет прям это, отдельное. Короче, полный Data Spotlight. Выделяйте размерами и цветами именно акцентным цветом. Кстати, у нас здесь будет тема про 9 неприятных правд про UX. И там тоже будет про цвета. То есть там чувак практически вредные советы будет дать. Я думаю, это новый альбом какой-нибудь. Dead Metal Core Group. 9 правд. Неприятных. Неприятных. Про UX. Там еще Нести. Нести, она как бы и противный, можно перевести. Я неприятный так. Ты сгладил. Демократичный, не нарочитый, договорю. Следующий пункт. Разделяйте элементами и пространством, а не линиями. Ну, разделяй лавство. Ну, грубо говоря, да. У вас даже если есть таблица некая в приложении, вы не рисуйте ее всю линиями. Вы сделаете, чтобы на равное пространство расставленные ячейки говорили сами за себя, не разделяли сами себя. Просто потому, что они прям ровно так выложены. Так сказать, ровно в шахматном порядке. Ну, вы поняли в каком. По клеточкам. Это как раз будет минимализм. Линии, они нужны для разделения реальных каких-нибудь секций контента. Но не надо внутри одной секции контента разделять, если можно разделить самими элементами. Как-то так. Что касается иконок, нам ник говорит о том, а это, кстати, все еще ник. Я что-то думал, мы уже какую-нибудь тему третью говорим, а мы еще только первую говорим. Так вот, вы можете использовать или линейные иконки, которые вот эти популярные в последнее время стали вместе с флэт-дизайном, а когда они нажаты, вы можете их просто закрашивать, чтобы не менять одну иконку на другую или там цветную на другую цветную. Можно просто использовать вот этот паттерн закрашенный и пустый. Ну, и он здесь привел в пример iOS, который, начиная с седьмой версии, как раз так и делает. Ну, это очень правильно. На самом деле, даже и до седьмой версии, я просто помню, как было. Там была такая черно-белая иконка, когда она выделена, иконка-то та же, просто она была типа вдавленная и синенькая. Ну, неважно. В общем, вывод такой. Сконцентрируйтесь не на интерфейсах, а на контенте. А интерфейс пусть делает ваш контент функциональным и usable. Используемым. Мне понравилась хорошая статья. Да, причем я так вот, был момент подкаста 4 назад, я говорил, что я вот на Ника Бабича типа сам не подписан, а просто его крутые статьи, они прилетают из всяких рассылок и так далее. С тех пор статьи перестали прилетать из рассылок, но я подписался по РСС на его блог. Чтобы не утеряйте знания. Да, во-первых, чтобы не утеряйте. Но они почему перестали прилетать? Они какие-то менее громкие стали. То есть он исписывается потихоньку и исписывается. Понятно. Но не будем пессимизмом страдать, а пройдем дальше на медиумоподобный сайт. Точнее просто на медиуме, на подблог Simple Human. Ну-ка. Опять про простоту? Ну нет, нет. Здесь про наше любимое. Как должно быть в плане... Ну знаешь, надо ли делать подчеркнутые ссылки? Потому что у юзера там на подкорке уже 20 лет подчеркнутые... Вот в эту же тему Адам Силвер нам пишет. Он работает на maintainablecss.com. Он практически Джон Силвер по пиратам. Практически, да. И он пишет, что у кнопок не должно быть на хувер ручки. Это он сразу... Это главная тема, да, Эл? Я так понимаю. Ну вот он об этом говорит. Прям вот не дай бог. Вот я навожу, и надо не ручку. Надо не ручку. Надо просто курсорчик. Я уже не согласен с ним. Давай. Вот давай. Я, кстати, залайкиваю эту статью. Мне прям понравилось. Именно на Medium и залайкиваю. Он пишет, есть, говорит, вот такое мнение, что курсор-ручка означает, что что-то кликабельное. Ну, говорит, это неправильно. Я хочу просто сразу сказать, что даже в macOS так, по-моему, все, можно кликабельно. А, или там не на ссылках. Там, я извиняюсь, там на папочках на всяком говне, да? На каких папочках? Ну, то есть в macOS, когда ты там наводишь, там ручка появляется. Нигде не появляется ручка. Вообще нигде, да? Когда ты уже ведешь, там сжатая ручка появляется, типа ты ведешь. Вот. Да. Сжатая, понял. Сжатая. То есть вот если я сейчас вернусь на рабочий стол, не, не появляется. Где-то, где-то я согласен, бывает, но нет, просто курсорчик остается. Хорошо, то есть это конкретно касается браузерных тем, когда они делают. Да, он говорит именно в браузере. Ну, собственно, он это обосновывает. Давай, давай, давай. Попробуем не забегать в креду, а по очереди. Рука, говорит, не означает кликабл. Потому что, вот говорит, вы посмотрите, если по дефолту, так скажем, не накатывать никаких CSS стиль, а просто элемент баттон положить в контейнер, например, на страницу. На пустую страницу. Да, да, то у него не будет ручки. Мы, типа, нам, мы каждый раз, типа, сами делаем ручку, ну, если делаем. А, говорит, на самом деле, потому что и не должны. Вот посмотрите на скриншот, и он нам показывает обычное контекстное меню, вот верхнее маковское, типа, там, файл, правка и так далее. Выбирает правку, find, google search и так далее. И там же, говорит, вы когда наводите, вы понимаете, что это все кликабельное, но нигде же нету ручки. Так. Вы, говорит, везде курсорчиком вводите, и все нормально у вас. Он уже оспорил, как бы, мою... То есть, в принципе, говорит, тут же все интерактивное, вот во всем, во всех этих файл правка, вид. Но, говорит, нигде нету ручки. Даже если вы в гугл зайдете, то вот поисковая строка, типа, search google, ну, вот просто то, что по центру, вы на гугле, и то, говорит, нет ручки. Хотя вы должны, типа, нажать на кликабельное, и нету ручки. Даже, говорит, бывает больше элементов в формах. Например, селекты, менюшки, слайдеры, чекбоксы, радиобаттоны, лейблы, картинки, или просто пространство. Хотя, типа, мы можем же правой кнопкой там кликнуть. Ничего, говорит, не имеет ручку, хотя все, можно кликнуть. И будут даже интерактивности какие-то происходить. То же самое в любых компьютерах. Если вы вызовете, типа, любое интерактивное окно, даже вот about safari technology preview, там вот эти вот кнопочки, крестик, свернуть и развернуть, они тоже не кликабельные, в смысле, нету ручки. Если просто об этом Mac сделал, там тоже есть прям кнопки, типа, обзор, мониторы, хранилища. У меня, кстати, macOS Sierra, бета-версия. И тут кнопки, и так далее, нигде нету ручек. Но, зато, вот ты можешь даже перекинуться через ноутбук и посмотреть, здесь есть ссылка лицензионного соглашения. И там вот есть ручка, потому что это, типа, уже ссылка. И вот он предпочитает думать, что на самом деле, блин, я случайно перешел на другую его статью, даже чекбоксы, они же никогда не круглые, а радиобаттоны никогда не квадратные. А ссылки всегда подчеркиваны. Именно поэтому только у ссылок есть ручка. Потому что они, типа, уникальны. Потому что со ссылками мы можем сделать намного больше вещей, чем просто кликнуть. Потому что, говорит, да вот представьте себе, ручка означает ссылку. Ссылки это не кнопки, потому что ссылки, они в вебе что-то делают, а кнопки, они здесь в интерфейсе что-то переставляют, и происходят какие-то действия. И чтобы как раз пользователи это поняли, добавлена ручка. И говорит, вот почему. Первое, когда мы кликаем на ссылку, она открывает страницу. То есть у нас именно что-то открывается во вкладке. То есть прям, ну, целое отдельное браузерное действие. Второе, на десктопе. Когда мы правой кнопкой кликаем на ссылку, у нас есть большое контекстное меню, типа, открыть в другом окне, поискать с помощью Google, сохранить по ссылке и так далее. То есть этого ничего никогда нет, если мы кликаем на кнопку, на текст, на пустое место, на чекбокс. Никогда ничего такого не будет, потому что, ну, ссылки, они реально уникальны. На мобильных устройствах мы можем тапнуть, задержать палец, и будет тоже там контекстное меню, типа, добавить ссылку на главную, ну, и так далее. И... Вот так, понял, да? Хотел сказать ссылкой, и начал читать, и задумался. Ссылка нам также видит, что мы всего лишь просто куда-то переходим. Она нам не говорит, что мы сейчас здесь что-то изменим, сохраним какие-то изменения и так далее. Ссылка просто, она практически ни к чему не обязывает, и говорит о том, что мы просто куда-нибудь уйдем. И на самом деле все. То есть дальше здесь он говорит вывод, что когда у кнопки есть ручка, и нам, как бы, должно казаться, мы куда-то перейдем. А мы иногда, может, никуда не перейдем, мы просто, как в моем любимом примере, в калькуляторе, в сайдбаре, просто что-нибудь посчитаем. Слушай, знаешь, что, короче, я с самого начала это неправильно понял тему. Он говорит только про кнопки. То есть в ссылке-то как раз ручка это круто. Ну в ссылке, конечно. Он именно про кнопки говорит, а про любые другие элементы. Не, ну если делать ручку на кнопках, я вот никогда так не делал. Даже когда еще мы на Delphi делали, хотя там, может быть, нет, там даже автоматически не появляется. Там можно сделать курсор, задать каждому элементу. Вот. Но нет, я не делал. Это так тупо. Я признаюсь, делал ручку на кнопку. Это понты. Это прикол. Я это делал именно, чтобы все хотели на нее нажать. Но именно поэтому здесь выделена, так скажем, строка, которую больше всего на Твиттере расшаривали. Хорошо задизайненная кнопка не нуждается в ручке, чтобы все поняли, что на нее можно кликнуть. Ну это все. Это круто. И все. И он нам говорит, что типа ручка, она зарезервирована для ссылок. И поэтому они уникальны в своем поведении. И вообще типа... Я боюсь, что многие люди даже и на ссылке не делают ручку. Не, ну это дефолтное поведение. Его только если ты сам изменишь. Если просто случайно. Да. Сломать CSS-ку. Окей. Просто стоп, смотри. Вот тебе сразу use case. Во-первых, он сразу пишет... Кстати, он здесь написал, типа нажмите снизу сердечко, если хотите залайкать. И если бы он мне написал, я бы не подумал залайкать. А он написал, я залайкал. Мне как бы не жалко, но вот да. Ну ладно, я не об этом. Я говорю, вот сразу тебе кейс. Вот проскрой на этой статье вниз. Ну и просто представь, там вот есть облако тегов design, UX, UI, web development, CSS. Они в таких просто пилюльках типа. И у них есть ручка. Знаешь почему? Потому что на самом деле это просто переход на ссылку, типа посмотреть все посты на Medium с тегом UX. То есть это ссылка реально. Но обратный юз кейс у сердечка есть. Вот, вот. То есть на Medium это тоже, как бы сказать, не все хорошо. Возможно, возможно. Они просто бедлят, и они ашками это сделали. То есть не то, что они добавили курсор pointer для чего-то. Нет, это button. Это button, и у него сделан... Сейчас я хочу прям увидеть это в сурсах. Хочу увидеть своими глазами под Арту Вейберу. Ты хочешь увидеть, как там прописан курсор? Да, курсор pointer. И прям меня должно по сердцу резонуть. Да, курсор pointer у button. Ну, вот они неправильно делают. Так же и расшаривание на Twitter, и Facebook. Они, конечно, ведут куда-то дальше тебя. Нет, они поп-ап открывают, потому что они не ведут в том-то и дело. Это взаимодействие. Так вот, я тебе не договорил пример. Вот эти пилюльки. Иногда подобные используются в фильтрах. Вот представь, ты заходишь на главную какого-нибудь новостного сайта, и сверху пилюли теги. И ты, когда жмешь на UX, у тебя он подсвечивается, и снизу вся выборка AJAX-ом хоп, подменяется только на UX. Ну, как в некоторых интернет-магазинах, например. Да, да, как в некоторых интернет-магазинах. Вот там должна быть ручка или нет? Потому что по факту, если, допустим, выключен JavaScript, можно запрограммировать так, чтобы он там get-запросиком запрашивал только там UX-овое. То есть, ну, с перезагрузкой страницы и так далее. То есть, логично это делать Ашкой, то есть, ссылкой. Но, если это происходит все аяксово, тогда, получается, ручка там не нужна. Ты знаешь, вот сейчас graceful degradation, если сделать, и вдруг случайно у тебя пользователи окажутся без ручки, ну, случайно, ну, это будет ссылка похрен, мне кажется. Это, конечно, уже сильно такое, вгрызание в детали. Ну, да, оно прям такое, так скажем, уже... Ну, лезть в бутылку. Давай, скажем, child-friendly вариант. Не будем говорить, куда можно еще лезть. Ну, да, оно такое. Дискуссионное. Вопрос, кстати, призываем к дискуссии в комментариях. Прям пусть у нас срутся в комментариях. Прям ручка. Два лайка. Ручка и курсор обычный. Лайк, если ручка, и шея, если пострелочка. Но я хочу прям, чтобы люди, они в комментариях... Я вот ставлю там, потому что вот это. Им возражают, нет, коллега, позвольте вам возразить. Давайте вот лучше так. И там обзывательство будет, там, ручкач какой-нибудь. Я, потому что я твою мамку, я на твою мамку ручку делал. А я на твой курсор. Ну, ладно, давай, перейдем дальше. У нас небольшие теперь изменения в нашей сетке подкаста. Мы решили перекидываться с Никитой темами из разделов. И теперь... Как говном. Да, как говном. Потому что... Да я даже не буду говорить почему. Просто потому что мы обезьяны. В общем, следующая моя тема из дизайна. 12 принципов анимации, которая у нас одна из заглавных тем. И очень такая странная тема с какого-то непонятно какого форума. И даже он какой-то казахстанский форум. Киргизский, хиргизский, да? Киргизский, извините. Форум. И на киргизском форуме обсуждают принципы анимации Диснея. Здесь есть такая статья. Это пост от 2009 года. Мы всегда новые новости обсуждаем в нашем подкасте. 2009 года статья. Нам ее просто предложили 25 марта. К 90 выпуску. Просто чтобы как-то нас обелить. Это не мы. Это вы хотели такую... Да, но на самом деле спустя 7 лет не изменилось практически ничего. И вот эти анимации, которые 7 лет назад, казалось бы, только, я не знаю, в мультфильмах были доступны, сейчас спокойно это все делается. Я уж не говорю гифками, но даже и SVG. Что-то делается. И вот эти принципы анимации, которые еще 100 лет назад Диснея придумал, и главный там, главный его подчиненный Диснея, можно так говорить, придумали эти принципы, они все еще работают везде. Просто и про Pixar чуть-чуть скажут. Потому что это про жизнь, да. И вот чувак говорит про Pixar, вот этот вот Джон Лассеттер, который вот работает в анимационной студии, директор анимационной студии Pixar, я не знаю, сейчас он да или нет, но тем не менее. И он учился у лучших, в том числе и у Диснея, и он практически, практически спалил кусочек бумаги, на котором были записаны эти принципы. И вот распроизвел он в двух статьях, таких огромных, больших статьях, которые мы сейчас спокойно пробежимся, пролетимся, потому что, в принципе, в принципе, принцип, вы знаете, да? Все это есть в жизни, поэтому погнали. Первый принцип. Погнали. Макс плюс 100 500, погнали. Первое. Сжатие и растяжение. Анимация. Этот принцип, все мы знаем, что любой предмет обладает какой-то формой, обладает какими-то физическими законами. Когда, например, что-то падает, например, какой-нибудь мяч, даже тот же самый, мы видим, как он сжимается, если, допустим, плохо надут. Или сдут. Или какой-то предмет, например, даже твердый предмет, мы видим, как он резко падает, бьется о пол. Знаешь, я сейчас сразу вспоминаю, мы когда вот просто смотрим невооруженным взглядом, так скажем, без увеличительного стекла, нам кажется, что ничего не деформируется. Да. А на самом деле, вот смотришь, когда, например, шоу Разрушители Лиги, а там очень замедленно все показывают, там у них есть камеры, которые 10 тысяч кадров в секунду снимают, или 40, сначала 10 тысяч, а в последних сценах 40 тысяч кадров в секунду. Поэтому они разорились. Да, видимо, видимо только из-за того, что камеру новую купили и не оправдали. Так вот, там они снимают, как они в баллистический гель стреляют, и там пуля пролетает, и там этот баллистический гель, он чуть ли не на метр вокруг вот так раздвигается, а потом хопа и обратно совмещается в башку. Как с маской. Да, и грубо говоря, а мы это не успеваем даже все увидеть, а там на самом деле все жутко деформируется, и потом хопа обратно собирается. Ну вот, и да, то есть здесь даже и про это тоже можно сказать. Потому что смотри, например, когда мы видим, что предмет полностью не деформируется, мы можем сказать, что он твердый какой-то, жесткий. То есть это нам говорит о предмете что-то. Да. При помощи анимации. Так. Так же и какие-то кнопки ты можешь сказать, что вот эта кнопка очень серьезная, и она так прыгает, что прямо она жесткая какая-нибудь. Или есть какая-нибудь, которая так легко перетекает, это будет говорить о другом пользователе. Но я просто, чтобы предметнее говорить к вебу конкретно. И здесь вот для наших слушателей, кто не видит, здесь все гифки, которые показывают нам принципы, они такие в форме мультиков, потому что здесь есть вот такие точечки, как ты понимаешь, которые на пленке типа просто. Ну да, 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 типа это мы с кинопленки смотрим. Мы это смотрим с пленки, или как будто это мультфильм старый, там, про какого-нибудь Микки Маус. Я так понимаю, что эти доклады реально состоялись, потому что, видишь, там принципы традиционно называются, Джон Лассеттер, студия Пикса, июль 1987 года. Да, то есть... То есть он, видимо, этот доклад давал реально без малого 30 лет назад. Или сколько тут? Раз, два, да. Почти 30 лет назад. И, видимо, это гифки именно из его... Ну, короче, круто, реально круто. Так что наши слушатели обязательно хотя бы ради этой темы посмотрите на YouTube и поставьте лайк. В гифочки посмотрите, да. Второе. Расчет времени и движения. Тайминг. И, собственно, здесь еще более понятно все. Если предмет имеет какую-то физическую основу под собой, он какой-то тяжелый, например, да, а он в любом случае имеет какую-то физическую... Или он легкий, например, его легко толкать. И вот здесь есть пример с тем, что вот если ты мяч кидаешь в коробку, в которой что-то лежит, она хрен сдвинется. Или если там в ней ничего не лежит, она легко сдвинется и вместе с мячом полетит. И мы понимаем с помощью анимации, что вот одна коробка толкает другую коробку, как бы замедляется немножко, потому что тяжелая коробка. Мы сразу понимаем, что вот эти вот средние коробки, они тяжелые. Например, нижняя легче, а вот верхняя... По-моему, наоборот. Или наоборот. Это очень нижнюю сложнее. Слушай, да. Сложно преодолеть силу трения покоя, потому что у нее... Да, а это легко. Больше вес, да. Это даже деформируется немножко, как бы изменяется. Но об этом дальше. Следующее, третье. Упореждение. А я просто хочу сейчас рассказать, что именно отсюда нам советуют всегда не использовать линейные анимационные функции, когда просто line. Но всегда говорят is in или is in out. Когда... Вот так вот. Чтобы мы показали, что у нашего объекта, который мы анимируем, есть какая-то инерция, есть какая-то типа масса, чтобы просто... Чтобы это ближе к жизни было, и нам это все казалось понятно. Может быть, есть энергия, даже по физикам. Ну, естественно. Ньютоны. Да, конечно. Упореждение. Или отказное движение. Или отказное, я не знаю. И вот здесь как раз вот этот in and out. Бургер. Здесь, короче, говорит о том, что перед тем, как что-то сделать, есть еще какое-то движение. То есть перед тем, как махнуть рукой, тебе нужно поднять руку, например. Перед тем, как газануть, ты снимаешь сторону, за машинка назад чуть-чуть откатывается. А потом ты хоп и вваливаешь. И, естественно, из-за того, что по физике так, то в анимации этому больше верят, если ты сделаешь какое-то вот упореждение такое. Потому что если у тебя просто не с хрена, там, не знаю, что-то произошло, да, просто так, то это как-то не верится. И также в том числе какие-то, если у вас кнопки как-то там дрыгаются по физону, они все равно должны с упореждением двигаться. Мне понравилось пример про тяжелого чувака и легкого. Чувак, конечно, тяжелые люди, они опираются на стул, чтобы встать. То есть им прям тяжело. А маленькие хоп, вскакивают просто на месте, и все. То есть у них нет никакого упореждения. Сценичность, стейджинг. Вау. Да. И тут говорится о том, что этот принцип даже может быть он какой-то не то чтобы сильно анимация предмета, а скорее подчеркивание самого вот этого действия, что вот предмет есть, на него нужно внимание обратить, сценичность. То есть вот здесь вот есть какой-то такой куб. Ну мы знаем, что он куб, он раньше был кубом, не квадрат какой-то, да, и из него такие как бы линии выскакивают, что вот он, как в мультиках это собственно и дело. Ты уже знаешь, у кого-то идея появилась. И вот именно обратить внимание на что-то. Причем знаешь, откуда это пошло? Я вот здесь читаю тоже параллельно. В ранний период Диснея все персонажи были черно-белыми, без оттенков серого. И поэтому, если грубо говоря, ты вперед двигаешь руку какую-то, то это не видно на силуэте полностью. Ну если представить театр теней какой-нибудь. И все делали именно в бок. И поэтому все, чтобы показать какое-то действие, показывали просто хотя бы, чтобы тень. Поэтому вот здесь, если ты двигаешь руку, ты ее должен двинуть в бок. И тут то же самое. Если что-то происходит, то изобрази какие-нибудь действия в бока, чтобы мыть сразу, у нас взгляд приковался именно к этому предмету и так далее. Это даже как будто линии воздуха, как будто это вот что-то мы видим. Ну, кстати, да. Гравитационные волны. Да, я тебе больше скажу, это даже не то, что в анимации, а вот ты открой какие-нибудь комиксы старые и новые. Там, когда персонаж двигает рукой, у него волны рядом появляются, что типа рука. Манго подойдет или нет? Конечно подойдет. Сейчас обратной стороны мечтать сразу будем, да. Пятый принцип. Сквозное движение и захлест действия. Ну, это все об одном. Это практически и первое, тоже к этому относится. То есть, если есть какая-то масса у предмета, если есть какая-то форма у предмета, она в любом случае есть, то когда он двигается, есть какой-то захлест, да, есть какая-то реакция на движение у предмета. Просто легко понимается, когда в маршрутке на заднем сидении едешь, и тебя захлестывает там вверх-вниз, машина уже нормально едет, а ты башкой еще потолок бьешься. Ну, вот и тут тоже написано о том, что очень сильно использовалось в мультиках вот эта вот комичность такая, движение, что чувака захлестывает сильно. Это прикольно. Ну, да, да. Прямо вперед и от позы к позе. Ну, и здесь очень такая, не то чтобы даже примитивная, в каких-то, мне кажется, редакторах есть эта хрень, изменение вашего предмета при помощи вот форм, изменение его формы от позы к позе. То есть, у вас был какой-то куб, он превратился вообще там, он превратился сначала в шар, а потом он превратился в пирамидку. В пирамидку, да. Я так вот думал, скажешь, ты в треугольник, или ты все-таки скажешь в пирамидку? Не-не. Как же он правильно так говорить от цилиндра, параллел от пипи, параллели? Нет. Ладно, я не буду сейчас блистать своими познаниями геометрии. Я просто тоже пытаюсь вспомнить, не могу. По-моему, просто пирамида с трехгранным основанием как-то там... Хорошо, напишите в комментариях. Вот, например, такое. То есть, ты можешь показать движение с помощью изменения его формы. То есть, напишет какой-нибудь додекайдер, который вообще к этому не имеет отношения. Ну, ладно, не важно. Седьмой принцип. Смягчение начала и завершения. Slow in and slow out. Ну и, опять же, это относится к вот к физическим свойствам. Не может предмет затормозить, как в GTA машина. Просто взять и затормозить. Когда вот... В GTA машина, самое главное, торможение, торможение двигателем. Когда ты уже... Весь у тебя бампер, все вот это... Радиатор смялось, ты уже двигательный просто тормозишь. Там быстро все происходит. Ну нет, это... И да, это бывает, когда еще ты просто на маркер наезжаешь, мисси, и он тебя тормозит. Да, да, да. У тебя именно такой... Тормозительный путь, путь реально перед маркером, хоп, и полметрика такой остается, и все, и садитесь в машину к слайденькой, мы уже дальше. Да, и правильно, то есть торможение, оно все-таки должно быть плавное. В любом случае, даже это резкое торможение, оно не может сразу затормозить. В любом случае, есть какой-то... Есть промежуточные, да, вот эти вот кадрики, когда... Да. Да. В том числе, и опять же, я вам повторюсь, с кнопками. Если у вас кнопка, она не должна резко, дерганно двигаться, она должна плавно тормозить. Восьмой принцип. Чтобы вы понимали, здесь у каждого принципа еще написано по материалам, каких докладов 1984 года, и там именно доклады про компьютерную графику, про анимацию. Это когда люди еще начали исследовать, самостоятельно. Ну, короче, это свидос. То есть там чуваки именно с точки зрения теории это все придумывали и продумывали, как сделать так, чтобы мы, глядя на анимацию, нам казалось что-то реальность. Возможно, во втором думе какие-то из этих принципов использовались, когда чуваки летающие черепа передвигались там и вздыхали. Вот это спрай и это анимация из трех кадров. Возможно, последний кадр он не просто так, он там с натяжением как-то был сделан, с захлестом. Восьмой принцип движения по дугам. И здесь тоже это относится к мультяшности, вот такой небольшой. Движения по дугам очень много у нас в мире, вы можете вот увидеть, на самом деле это незаметно и вы так просто вот каждый день на это не обращаете внимания, но даже когда мы двигаем рукой, это движение по дуге. То есть очень много каких-то событий совершается вот по дуге конкретно, физически, какие-то вещи. И здесь, опять же, аниматоры это использовали, потому что, ну не может персонаж Микки Маус, который в принципе, как же это с ге-ге... Как, когда человеко-подубный, антропоморфный? Антропоморфный... Ну, антропос это все, что человек создал. Да. Микки Маус не может двигать рукой, как, я не знаю, как робот. Он должен двигать рукой, как человек, чтобы мы верили ему, что он живет. Вот движение по дугам. Причем тут еще написано, что аниматоры Дисней в 20-30-х годах именно соцопросы проводили. Они еще-то в мае и 5-й рисовали Inside My. Да, да, по книге. Так вот, и там они провели просто исследование, что людей больше привлекает дугообразные движения. Вот тупо привлекает. И как, представьте себе нападающего в бейсбольной команде, точнее подающего. Он может сделать так, чтобы мяч по прямой летел, но это будет скучно и тупо, чем если он по дуге летит, закручено. Это нас прям... Сложнее. Это нам прям реально прикольно. Мы такие, блин, блин, по дуге, вау, сейчас закрутите по щеке прямо. Опа! Вот так вот. Так и в принципе, и там какие-то части тела женщин, например, которые вращаются и привлекают. Они же тоже по дуге все. Ну, кстати, да. Если вас, конечно, привлекают какие-то части женщин. Окей. Девятое. Преувеличение. Здесь тоже прикольно на гифке изображено, что какой-то предмет он для усиления показывает, как он увеличивается. То есть, вот, например, как здесь один куб жрет другой кубик. Причем пока жрет, он в какую-то такую прям лицо превращается. В огромное. И это как бы преувеличение. Оно тоже используется в анимации очень сильно. Кстати, сказано, что преувеличивает не более одной вещи, а то вся сцена будет выглядеть недостоверно. Да, потому что если две хрени увеличили, мы в верх не успеем уследить. У меня сразу два примера из реальной мультипликации вспоминаются. Первый, это пещера у Аладдина. Когда он идет, там маленький-маленький такой бархан, потом хоп, большая пасть льва, точнее тигра, в которую он ходит, только неограненный алмаз войдет. Вот это. А второй пример, это когда в Тинни Тунс или, да не знаю, в любых сериалах, заходим даже в Том и Джерри, кот влюбляется в кого-нибудь, у него глаза прям вот так в сердечке в гигантский превращаются. Я тебе еще круче. сердечко, вообще нос, рот увеличился. Это вакханалия бы совсем была очень. Нет, и да, нет, я тебе еще круче напомню, что в Томе Джерри, например, они что-нибудь бегают, бегают, Том с Джерри бегают, бегают, и тут Джерри берет и вот откуда ни возьмись, из-за спины достает огромную кувалду и по башке Том убьет. Или гирю тысяча тонны, которая написана. Да, то есть это увеличение, преувеличение. И это реально круто. А если бы Том ему сблокировал все мечом таким же гигантским, еще огромным, да. Не резиновым мечом, а мечом, то было бы тупо просто. Десятый принцип, второстепенные действия. Здесь тоже это вот немного о том, что по физону все должно двигаться. Когда что-то вот, допустим, подпрыгивает, как на гифке, у нее есть какие-то второстепенные действия, то есть она, допустим, как мяч, она стучится об землю или какой-то предмет, и это все-таки второстепенная действия. Чуть-чуть подпрыгивает. Да, подпрыгивает. Вот это второстепенно. Да, есть все равно вот эти детали, которые нужно замечать и тоже их в анимации использовать. Одиннадцатый принцип. Привлекательность. Здесь говорится о том, что предметы не должны выглядеть тупо, как будто они нарисованы, знаешь, как будто они нарисованы реально. Нам нужно, чтобы предметы нам говорили, что это существует реально. То есть никогда вы в перспективе, когда видите какие-нибудь дома или что-то, они не выглядят очень тупо, так, знаешь, просто топор на квадрат. Никогда так не бывает. Да, несимметричны. Да, они всегда асимметричны, да. То есть они всегда как-то уходят вдаль. Знаешь, как у меня сразу из жизни вспоминается пример, вот эти вот сделанные модели, которые себе все накачали со всех сторон, они же обычно это все симметричны, и смотришь, и скучно просто даже. Да, они симметричны. И вот как-то вот сразу понимаешь, что вот лучше не надо. Кстати говоря, да, я давно это старая тема про то, что нам нравятся люди, именно лица там, или, допустим, ну, привлекательные люди, нам кажется, у которых все не асимметрично. Не то, что там досвидос. Ну, да, да. Но когда у них что-то не асимметрично, это прикольно, потому что когда все симметрично, ты просто, ну... Я сейчас вспомню почему-то, что амазонки, чтобы из лука стрелять, одну тиську себе отрубали. Это нормальная тема. У них, возможно, не нравились. После этого древним грекам и те сливали просто бои. Согласен. Двенадцатое. Индивидуальность. Это, между прочим, последний принцип, который нам вот из Пиксара Джон Лассеттер предоставил. Индивидуальность. Каждый предмет должен быть индивидуален. То есть мы смотрим анимацию, мы смотрим на какие-то вот объекты живые, и мы должны верить этому. Потому что если, короче, все будет одинаково, то это, ну, это даже клоны в Звездных Войнах разные все. Блин, охренеть крутой пример. Я сейчас нереально прям понравился. Вот. Это, короче, первая такая часть. У тебя есть что-то добавить к первой части Лассеттера? Как по математике есть у тебя что-то, Саша? Ну нет, я в третьих совсем согласен. Давайте дальше. Я вторая часть. Я как на математике тебе и ответил. Вторая часть его, так скажем, хрени, Джон Лассеттер, рассказывает про некие такие трюки, хитрости. Хреново, когда у Джон Лассеттера хрень из двух частей состоит. Обычно она хотя бы из трех состоит. Как минимум. Ну ладно. Ну ладно. Хитрость анимирования персонажей на кампуктере. И здесь, здесь есть именно такие, как бы, уловки. Уловки в споре практически. И я сразу перейду просто к этим уловкам, которые используются в анимации. И их можно использовать, в принципе, уже и в веб-анимации, в том числе, потому что технологии дошли. Ключевые кадры. Когда у тебя анимация большая, тебе надо, тебе нужно ее нарисовать не сразу всю, по кадру, там аккуратненько все, а нарисовать ключевые кадры. Вот у тебя есть там Том, у тебя есть Джерри, да, там он. Понятно, даже когда в скетчах рисуют, вот я смотрю, как чуваки из South Park рисуют скетчи, там есть именно ключевые моменты, а потом уже их соединяют практически на автоматизм. Ну, тут, короче, он отсюда идет. Причем идет совсем с индивидуальностью, с привлекательностью, с второстепенными действиями, с преувеличением. Я думаю, многие художники, которые нас слушают, или полухудожники некие, да, они все поймут у нас, что такое ключевые кадры. 2D против 3D. Естественно, нужно проверять, если вы ориентируетесь, ну, не как South Park, хотя и South Park уже сейчас ориентируется на 3D-шность очень сильно. Но если вы рисуете типа в 2D, вы должны представить, как это будет в 3D. То есть он здесь вот рассказывает, что я, говорит, нахреначил на компе еще, когда самое вот начало-начало-начал было, говорит, сделал модельку, прикольно-прикольно, начал ее крутить по-всякому. С одной стороны, она прикольно сделана, я как бы вроде думал про 3D-шность, а с другой стороны, у нее там руки в тело входили, там жесть вообще. Вот, поэтому про 3D надо не забывать, что все фигуры у нас в пространстве, они имеют XYZ в любом случае, поэтому почему бы нет. Да, просто, опять же, чтобы более real выглядело. Ну, конечно, это все для real, чтобы все верили нам, как обычно. Вес и размер, ну, это все понятно, что ты, он еще при рендеринге зачем-то используешь, что вот когда ты рендеришь какую-то сцену, так скажем, там должны быть все соблюдено, и вес, и размер предметов. Не надо, блин, делать хрень, где все безвесовое, безразмерное, падает спокойно, не разбивается абсолютно. Ну, вы поняли. Думающий персонаж, человек прямоходящий, что каждое действие персонажа вашего, анимировано, я не знаю, как это можно к вебу отнести, но как минимум в анимации, в мультипликации, это всегда-всегда, есть какой-то персонаж, герой, и у него все поступки должны быть обоснованы. Даже если он там сумасшедший какой-то, его сумасшествием должны быть обоснованы поступки. Не может быть, знаешь, что он просто что-то двинулся, просто потому что так нарисовали. Сразу же не верится в это. Вот именно, может-то может, просто это говно будет. Да, это будет говно. Движущееся удержание. Так, это типа, видимо, опять же, что-то по физону должно двигаться, я уже забыл даже, что это. Ну да, видимо, что все предметы как-то должны удерживаться. Наоборот, если вы удерживаете какую-то позу, действие немедленно умирает. Надо даже во время удержания добавлять какие-то, я не знаю, почесывания носа, жопы и так далее. То есть, если даже он замер, у него глаза бегают, потому что иначе это будет абсолютно нереально. Даже малейшее движение сохранит ваш персонаж живым. Ну то есть, как в GTA, опять же, отставить своего персонажа, он что-то делает, начинает переминаться там, что-то это. Опять крутой пример. Я не могу, ты прям, ты супер гений аналогии сегодня. Эмоции, короче говоря. Ну, вы понимаете, у каждого персонажа должны быть эмоции, он должен там страдать, или он должен, наоборот, радоваться чему-то. И это все зависит, опять же, от пошли. Именно движение, даже если вот есть движение, прыжок, в зависимости от того, какие эмоции в данный момент испытывает персонаж, у него прыжки разные, рваные, легкие, воздушные и так далее. Это все необходимо учитывать, естественно. Да, читаемость действий. Я думаю, это очень сильно относится к старой вот анимации. Не сейчас, как Шрек там двигается, и т.д., и т.п., и какие-нибудь там тачки. Хотя и тачки тоже, но вот старая анимация, там старались, из-за того, что все не очень сделано технически круто, чтобы читаемость действий была очень большая, чтобы не просто мы не понимали, почему там Том к Джерри телепортировался, он должен показать руками, пойти, все вот это вот, чтобы мы понимали, что он идиот, что вот... Ну, короче, полный UX. Как мы обсуждали, нужны ли для иконок подписи. Да. Вот в анимациях нужно было акцентировать внимание на каких-то действиях, для того, чтобы мы поняли, что, а, точно, все, вот это действие стопудово произошло. То есть, ну, я не знаю, мне сейчас даже вспомнилось, что, в принципе, у нас житуха сейчас более быстрая стала, и там у нас уже у всех память меньше, чем у золотой рыбки, мы запоминаем только там 6-секундные вещи. И да, поэтому мы теперь и быстрые анимации способны улавливать, просто потому что мы теперь долгие не способны улавливать. Да, согласен. Уловки с историей. Ну, это опять же относится к тому, что, к таймингу, ко всему, то есть, как, что делает персонаж, его движение замедляется, заставляет задуматься, то есть, короче говоря, какие уловки с историей, что происходит с историей. Вот, но это тоже такое. Это все можно к одному, вот, к физике, так скажем, отнести. Спрашиваю, почему? Это, собственно, последний такой трюк, хинт. И он, он не только к анимациям, он на самом деле и к UI, и к UX-дизайну тоже относится, но да. Да, надо всегда задавать себе вопрос, а почему? То есть, понятно, что в анимации, когда люди рисуют мультфильмы, особенно какие-нибудь супер, высокобюджетные какие-нибудь мультфильмы, или делают какое-нибудь кино, они над каждым кадром задумываются, какого хрена вообще я рисую вот этот данный кадр. То есть, не должно быть просто, знаешь, лишние пять минут, давай просто воды нальем. Нет, это все деньги, это все часы человека, часы. Да, я причем, насколько я немного помню, что анимация даже сейчас очень, очень дорогая, минута 25 тысяч долларов. Стоит, ну, какие-то просто дикие бабки, реально. Да, поэтому нужно задумываться, что вы сделали, то есть, человек, который прописывает сценарий какой-либо, да, это все должен понимать, естественно, естественно. Мне понравилась здесь вот строка, каждое отдельное движение вашего персонажа должно продвигать его к цели, подпитывать историю, показывать индивидуальность. Вообще, ни одного кадра в пустую, все по принципам, которые мы уже упомянули, так скажем, ранее. Отлично, что, идем на последнюю тему из дизайна. Ну, вообще, да, вы знаете, где найти, ссылки на, на, ссылки на тему есть в описании на ютюбе, в описании в блоге, поэтому почитайте, если вас это интересует более подробно, а мы переходим дальше. Мы к Несте переходим. Да, 9 неприятных правд про UX. Здесь он нам рассказывает о том, автор Энтони Уэллот, некий. И, я уже даже, я не помню, у меня какие-то были эмоции по поводу автора, но сейчас я когда дочитаю, опять, говорит, вспомнил, он, вредные советы он здесь дает, типа, вот, 4 правды про дизайн, он вот эти 9 правд про UX, он их распределил на, так скажем, на сферы. Первое, это 4 правды про дизайн. На самом деле, говорит, не так все это сложно, а вы, кстати, на самом деле, даже в половину не так умны, как думаете про себя. он уже начинает шуткать, что все мы дебилы. Так вот, первое, цвет на самом деле, ни хрена не значит. И, ну, и тут он рассказывает о том, что зеленый для нас это хорошее, для кого-то это означает нечитаемый. Он здесь шутит, что на другом экране зеленый значит нечитаемый, просто потому что там дерьмо. Или для кого-то это просто значит гусиное дерьмо. Вот, вот просто, они за ней откуда. Или для кого-то это означает, что я все еще в Сайгоне, но это там в Гитнаме, где бомбили, там все зеленое, джунгли и так далее. Короче говоря, цвет, по его мнению, абсолютно неговорящий, нерациональный, неконтекстный, и не, ну, короче говоря, он, точнее наоборот, он очень контекстный и эмоциональный. То есть в разных контекстах разные цвета означают совсем... То есть он, он, он очень могущественный, если мы просто красный везде нахреначи, мы, так скажем, вызовем эмоции, но они будут абсолютно не постоянно у разных ЦА, у разных целевых аудиторий. Так, поэтому, вот он пишет, что единственное, чем можно донести цветом, вот любой цвет просто, это, у этой вещи есть цвет. Другой цвет. У этой вещи цвет не такой, как у предыдущей. серый, что-то сломано, и красный, дизайнер меня ненавидит и хочет, чтобы я разозлился. Отлично. Вот только на этом он сошелся. Ну, я не знаю, я здесь готов с ним спорить, в том смысле, что максимально универсальных приложений, там, или сайтов не существует, и нужно всегда под свою аудиторию просматривать, делайте вы это для мусульман, для китайцев или для русских. И вот, ну, хотя бы, если вы хоть какой-то такой узкий набор вещей знаете про своих пользователей, то вы уже можете нормально оперировать цветами, не будет вот этого говна, который он сказал. Но, вот он, поэтому я и говорю, статья, она такая, противоречивая. Хотя, с некоторыми вещами я согласен все цело, например, со следующим. Position matters most. Больше всего говорит о себе расположение. Так. И он говорит, на самом деле, вот вы, представьте, вот есть у вас сайт, и уже год им пользуются люди. Вот возьмите, поменяйте что-нибудь местами. Вас в любом случае ненавидеть будут, потому что все именно привыкли к местам. Если вы что-то перекрасите в другой цвет, все подумают, ну, там, ня-ня-ня, рождество, там, говно, что-нибудь еще. А если вы на кинопоиске все поменяете? Вот, да, то будет полный хейтинг и возвращение к старой версии. Потому что, вот, меня, например, недавно ВК включил насильно новый интерфейс, и я ненавижу их вообще люто. Он, вот, каким-то образом, я же до этого я его просто смотрел, когда мы обсуждали в подкасте, а сейчас я его именно использую, и у него какая-то содержка странная. Мне почему-то кажется, что он тормозит. Прямо вот какие-то 100, 150 миллисекунд, 200 миллисекунд поднажать, я чувствую, и меня это бесит. Не знаю почему. Мне, к слову сказать, тоже не очень нравится. Тебе же тоже ты писал недавно включил. Поэтому мне, у меня почему-то бате включили на компьютере. но я спокойно сейчас избегаю дерьма и сижу на старом. Ну, не, у меня прям реально в каком редиректив на ньювы. Но там наверняка можно какие-нибудь почистить каши-не-каши, я не знаю. Ну, они когда писали, они говорили, что они будут постепенно всем выкатывать. То есть, вот, на аккаунт на мой. Окей. Так вот, следующее, nobody reads, никто не читает твоего мнения. И как бы я с ним вроде и согласен, но он пишет, что даже вы, скорее всего, не читаете это предложение. Вот, которое... или если вы сначала в самый первый раз, когда эту статью наткнулись, вы сначала просто по заголовкам пробежались и ничего не читали. Ну, и тут он прав, когда мы нам предложили эту тему, а по-моему, это из предложенных, хотя не готов ответить, то типа я просто посмотрел по заголовкам, вроде нормально, будем обсуждать, а потом уже читал дальше. Но он к чему это? К тому, что когда мы очень часто делаем какой-нибудь текст, инструкцию, надо быть, на самом деле, рассчитывать на то, что я хрен, кто это прочитает вообще. И вот только для меня, если честно, это не повод не писать этих текстов. Потому что вот я такой человек, я все равно многие вещи читаю. Если я хочу реально узнать что-то про каких-то людей, про какой-то сайт, я реально найду, докопаюсь, найду страницу о компании, узнаю, с какого они города и так далее. А если этой информации нет вообще, даже такие редкие люди, как я, ее не найдут. Поэтому тут... Здесь, наверное, еще зависит от аудитории. То есть, если ты такой фановый чувак, у тебя какой-нибудь, знаешь, даже сайт про игры и ты там вообще, ты просто какой-нибудь, ну просто придурок, сумасшедший. Тебе можно даже about какой-нибудь написать просто. Я какой-нибудь супер мудак там, я не знаю. Ну да, но это все равно хоть что-то ты пишешь. Поэтому просто ничего не делать, потому что никто ничего не читает, это, по-моему, такое слабенькое оправдание. Ну и я напоминаю, мы рассматривали когда-то тему, что чтение это самое такое нативное, чем мы можем. Да, да. То есть, это была тема, фейсбук хотят, все в видосы перевести. Хочет все в видосы перевести. То есть, чтение, оно прям с молоком матери. Да, да, поэтому посмотрим. Но, мне кажется, фейсбук, хотя про фейсбук у нас тоже сегодня будет. Четвертое, просто навигация, навигация это провал. Вот такое, вот такое заявление. Вообще, типа, если вот по первому вашему экрану непонятно, где у вас чё, а есть навигация, значит говно. Ну и он пишет, типа, в конце, ну да, я согласен, что вообще-то иногда навигация нужна для большинства приложений, большинства сайтов и большинства экспириенсов. И да, нам, конечно, иногда надо идти на компромиссы, но вот он, типа, вот в вакууме навигации быть не должно, потому что все должно быть и так понятно. Как, ну как бы, то есть, именно отдельные строки навигации, так скажем. То есть, меню не надо делать? то есть, типа, не должно быть меню. Все должно быть настолько сразу понятно, что тебе даже не надо думать, а где вот там, ну вот допустим, представь, у нас на ewebdesign.ru в меню есть кнопка подкаст, в которой мы можем посмотреть все выпуски подкаста, описание про него и так далее. А у нас на главной так должно быть, что у нас не в меню, а какой-нибудь просто последний подкаст и у него типа, снизу посмотрите все подкасты. Ну вот, я... Но не писать ничего причем. Ну нет, он именно против навигации, который в одном месте все сложен. То есть, если ссылки быть должны, но именно место, где собраны все ссылки, быть не должно. Ну, понятно, я понимаю. Короче говоря, если это интернет-магазин, ты физически не можешь, например, избавиться от навигации. Я боюсь, что его советами там можно так себе загубить всю инфраструктуру на сайте, что просто обосраться. Ну, короче говоря, да, то есть, вот мы будем говорить про программистов и ты мне рассказывал там примеры, когда делаю код-ревью всем отделом, вот если ты начнешь вот такой делать без навигации, тебе так вот код-ревьюшат старшие товарищи и не дай бог ты лид-дизайнер, тогда вы просто денег не заработаете, потому что люди тупые. Тогда тебе заказчик нужно выделить. Ну да, то есть, короче говоря, это все, это странно. вообще много на практике сталкиваешься с тем, что тебе просто говорят, сделай мне вот как у этих или сделай мне как обычно. Ну да, согласен. То есть, никто не говорит, знаешь, ну, есть такие чуваки, которые говорят, сделай мне космос или сделай как ты хочешь. Но их вообще намного меньше. Знаешь, из этих людей половина потом все равно скажет, ой, нет, сделай говно, давай как у всех. Как у обычных. Или как вот у этих. Да, да, да. Поэтому тут, ну да. Окей. Три правды про процесс. Про процесс. Я не могу. Про процесс создания? Ну, UX? Просто про процесс работы, да. Да. Контент хороший, UI плохой. Ну и здесь он говорит классические вещи, с которыми я как обычно согласен, что надо проектировать дизайн сразу под контент. Не надо проектировать типа коробочками. Что вот здесь, короче, у нас блок новостей и просто квадрат рисовать. Здесь у нас блок баннер и просто баннер, квадрат. Надо сразу наполнять реальным контентом и типа лорим, и вот здесь он прям приводит прикольчик. Лорим Ипсум для дизайна это как хламидии для любви. Вау. То есть практически заболевание, передающееся параллевым путем. То есть не надо лорим Ипсум свой распространять. Да. Сувазди. Это прям не очень. Оно потом... Когда ты дизайнишь под лорим Ипсум, у тебя все такое одинаковое, монолитное, а потом когда ты реальный контент туда всовываешь, у тебя все плыть начинаем. До свидоса вообще. Ну это принцип контент first на самом деле нужно использовать. Да, то есть я и говорю, это мы уже знаем, видели и согласны. Так. Шестое. Прокрастинируете всю сложность нахрен. То есть наоборот пропустите ее. Да, пропустите ее и делайте в самом конце. Здесь он на самом деле типа шутит, что вообще, да короче, делайте все, кроме там карты сайта, просто навигация, опять же, просто делайте что-нибудь другое, а лучше вообще никогда их не делайте. Дождитесь просто пока вас уволят, или пока вас выдрочат и вы типа это сделаете. А там, прикиньтесь дураком, извинитесь, короче, сделайте и так далее. Но на самом деле, Игорь, пусть надеетесь, что хотя бы в версии 2 пушнут ваши изменения с навигацией, все будет прикольно. Но типа не трат... Но совет на самом деле в том, что не тратьте время на... На ничего не делания. Поначалу, да, на то, что, блин, так неохота это делать и сидишь и вроде ничего не делаешь. Лучше в это-то отложить, сделать хоть что-нибудь другое, что делается, а потом уже перейти, блин, неохота делать, но ты уже хотя бы все остальное сделал. Но у тебя уже все сделано и ты просто такая... Да, да. То есть ты сам себя обманешь, ну и короче, этим потом взаимышествую, сейчас я пока другое дерьмо сложное сделаю и все. Седьмая правда, юзер-тестинг убивает детей. Вот так это называется. И он здесь пишет о том, что юзер-тестить вещи, которые по правилам делаются, это круто. То есть опять же там навигации, интернет-магазины, потому что люди к ним уже привыкли и у тебя как раз в твоих интересах сделать так, чтобы они по максимуму быстро там ориентировались и все понимали. Но если вдруг у вас какие-то инновации, то по его мнению лучше их вообще не юзер-тестить. Потому что говорит это все равно, что овцу юзер-тестить акулами. Как бы она должна взраститься сначала, стать какой-нибудь скверной овцой. Отлично. И чтобы она могла убивать этих акул. То есть как бы новые идеи надо выпускать вот в пространство, как Pokemon Go. Просто сразу выпустил. А если бы сразу начали с бабками консультироваться, что понятно, как тут ловить, короче, там покестопы туда-сюда. Они такие, не, непонятно. Они бы не запустили приложение, блин, бабками непонятно, нахрен делать. Поэтому некоторые вещи лучше не юзер-тестить. Ну да. А они вдруг да выстрелят. Поэтому хрен это не знает. Ну, то есть ты имеешь в виду по Стиву Джобсу не знает, человек что хочет. Да, юзеры не знают, чего они хотят, так точно. Две последние правды про кодеров. Ну-ка. И здесь как бы небольшое введение. На самом деле, типа, не думайте вот, что все, что кодеры говно, они не могут накодить ваш дизайн. Вы лучше попробуйте научиться чуть-чуть кодить и хотя бы... И охренеть. Ну да, хотя бы просто это вы поймете, в каком русле делать не надо. Потому что вас будут потом материть, будут несоответствия, будут продрачивания. То есть если вы сразу сделаете дизайн кодно-ориентированный, как же кодно-ориентированный, то уже быстрее весь процесс пойдет, его быстрее заходят, вы быстрее выйдете в релиз. Но здесь надо опять же, мне кажется, золотую середину искать, потому что может быть так все будет плохо для дизайна, если ты будешь, так скажем, подстраиваться под кодеров. Согласен, что совсем там потакать тоже. Давай я не буду ничего сегодня делать. Ну да, ты, конечно, сам все сделаешь. У меня много работы бэк-энда, давай ты это самое. Вот да. Поэтому тут надо золотую середину искать. И как бы не делать космоса такого, что прям космос-космос, а просто основные принципы знать. Но и не идти на поводу. Здесь я на самом деле согласен с тобой, вот просто в моей реальной практике очень часто я... И это к восьмой правде относится. Восьмая правда такая. Кодеры учатся на дерьмовых примерах. Так или иначе, почти все кодеры учатся на каких-нибудь туториалах в интернете, на ответах со стек оверфлоу. А эти туториалы и ответы, они на самом деле рождаются из таких же дураков, которые не знали, как что сделать, где-то нахватались и сделали. Нет, мы просто не знаем даже от кого эти примеры. Да, да. То есть обычно кодеры учатся не на лучших примерах далеко. Не на академических, так скажем, примерах, а на таких, как там в полевых условиях оказать первую помощь. Сорвать подорожник, свернуть в трубочку и засунуть в задницу. Вот просто единственное, что можно сделать. А на самом деле лучше было бы по технологии мох какой-нибудь сорвать, я не знаю, листики скрутить в тонкую нитку, ниткой перетянуть, чтобы кровь не текла, а мог засунуть в задницу опять же. Ну просто, чтобы жизнь медом не казалась и отвлечь, чтобы от боли. Так вот, и тут я согласен с тем, что лучше иногда подрачивать кодеров, потому что их это заставит узнать какие-то фундаментальные вещи. И в моей практике очень часто так было, у меня вот коллега говорит, надо сделать вот так. Я говорю, блин, слушай, давай сделаем вот так, вот принято делать так. А принято, это как раз принято такими же лентяями, дураками со стеклой флой, каким я был. Он говорит, блин, ну нет, слушай, надо сделать все-таки нормально вот так. Типа приходится брать практически книжку, как писать о Ягдз запросы с нуля без jQuery, xaml, http, request, туда-сюда. И ты такой потом выхожешь, блин, сегодня мы узнали что-то новое по Саус-Парку. Если бы тебя не драчнули, не заставили сделать по-человечески, ты бы так дальше на одном единственном примере, который ты на Stack Overflow в 2009-м прочитал, так бы на нем все и делал. Ну получается, то есть ты бы не подчерпывал какую-то информацию, а ты бы пользовался своими технологиями, с равными велосипедами и кастерами. Да, 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 да. То есть здесь я с ним конкретно согласен, что как бы пусть все равно не расслабляются кодеры, потому что реально большинство вещей, которые вы можете задизайнить, любые вещи можно академически нормально заходить абсолютно без каких-либо велосипедов и проблем. Ну, сейчас нам в комментариях посыпется куча там, а попробуй там вот это, чтобы пап там то было, потом это. Но я уверяю, что любую задачу говорю умным языком можно декомпозировать. на составляющей, все легко расписать, вот это, короче, в одном модуле, вот это второй микросервисе, а вот этот третий дергает опиху и все, он из хоп нормально собирается. Ну, это как, знаешь, нельзя отвечать вот человеку, это невозможно сделать. Надо сказать, что это нельзя сделать таким-то способом или в нашей текущей там модели данных, да, но если мы там поменяем, все, вообще с ног на голову поставим. Слова не мальчика, но мужа, я прямо хочу сказать. Девятая правда, кодеры любят абсурд. И, подожди, я не уверен, я сейчас, возможно, сделаю абсурдити, возможно, это как-то по-другому переводится, нелепость. Ну, это то же самое. Ну, да, но здесь просто, видишь, о чем? О том, что, типа, программеры, они сразу тестят. Вот ты им скинул форму, ты просто пишешь last name, фамилия. А у кодера сразу, а что, если будет больше 255 символов? А что, если фамилия, это математическое уравнение? Ну, то есть, они любят проверки некие. Да, 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 и они начинают тебя спрашивать, а что вот, если, короче, две строки, как дизайн будет выглядеть? И, причем, на самом деле, и надо бы это спросить. Конечно. Потому что, есть много, так называемых, edge cases, краевых условий, краевых кейсов, да, реально, вот что-то пойдет не так, а этого не было в дизайне, и потом крайне останется, я даже знаю, кто крайне останется. Я тебе больше скажу, да, то есть, хуже, если они тебя не спросят, а сделают. И там потом у тебя просто все крашнется, нахрен. То есть, они такие, да ладно, у него тут задача не описана, короче, а у нас можно будет цифры вводить в last name. И там у тебя просто будет потом люди с цифрами в last name. И люди с фамилиями Drop Database. Да, да, поэтому тут тоже нельзя просто так вот это на самотек пускать. В общем, вот такие вот отличные, неприятные правды, и причем, ну, некоторые реально крутые, то есть, прям задуматься ставят, а некоторые вот тупое говно. Но мы переходим дальше в... А у нас сегодня нет светских новостей. У нас сегодня сразу разработка, и я представляю, что буду сегодня в разработке. Охренеть. И причем я сейчас так сказал, у нас сегодня нет светских новостей, как аву банкрот. Как в поле чудес. У нас нет светских новостей. Я в общем позволю себе зайти в лабораторию разработки, а перед тем, как я зайду, у нас знаешь, что на двери в разработке написано? Вот у нас такой большой-большой отдел, и там заходишь, и написано, мы пользуемся хостингом SmartApe.ru и вам советуем. Прям даже перед вот это вот, перед пожаром обязательно GitPool, GitPush, там вот это все. Да, да, да. GitCommit, GitPush, и перед этим, а SmartApe лучший хостинг. Ну, еще раз, да, надо повторить для тех людей, кто первый раз с нами подключился. Подписывайтесь на нас вдруг, если вы, ну, вот случайно чисто зашли. EuropeDesign.ru slash SmartApe, во-первых, а дальше Никита. Да, а дальше то, что хостинг отличный, доступный. Я даже не знаю, что сказать, но поддержка, просто золотые руки у них и золотые голоса, золотые, как сказать там, золотые головы у них. Золотые голоса, это спасибо! По-баскову цветы собирать, они так же идут. Вот эти вот, Виталий, Олег, вот эти люди, из тех, спасибо! В общем, uvdesign.ru slash SmartApe по нашей реферальной ссылке вам приятно, а нам полезно. И наоборот. И наоборот, действительно, потому что самые настоящие веб-профессионалы выбирают SmartApe. Так вот, какой язык лучше выбрать первым для изучения новичку? Первая наша тема в разработке. Почему они написали язык программирования? Понятно, потому что на Teproger.ru, но тем не менее, мне же шершавый хочется отвечать, шутки шутить вот в ответ на такие вопросы. И, собственно, вся статья о том, что просто взяли интервью коротенькие такие, прям в один практически абзацик у крутых пацанов, разработчиков, каких-то программистов, каких-то чуваков в теме, в общем. Что же нужно изучать? Тут сбоку шутка в высокосном байте 9 бит. В общем, короче говоря, сейчас я их так немножко просто по ним пробегусь, чтобы вы поняли вообще, что советуют пацаны изучать первым. Иван Кухта или Кухта старший программист и разработчик ПО в компании Акронис. Акронис пацаны, в принципе, которые работают чуть ли не с железом. У них такое. Да, у них много всего. Да. Они многогранные. Он говорит, что все зависит от того, какую область выберете. Ну, он так обтекаемо немножко заходит и говорит, что, ну, если, допустим, вы хотите там максимальную производительность, то CC++ можно сразу брать. Можно CC сразу брать. CC брать, да. Если, короче, хотите сразу под мобилы зайти, то Java Objective CC Sharp, CC CC. Если хотите там веб-сервера, то Go, Python, PHP, ну, и веб-приложение JavaScript, если на PHP было. И да, и как бы, что я хочу сказать, он сразу делает вывод о том, что если ты вот не понимаешь, что, а в основном люди, которые заходят в область, они либо ложно понимают, что они хотят, либо не понимают, что они хотят. Потому что, скорее всего, когда ты такой говоришь, я вот сейчас, короче, буду программистом, я буду только под мобильные приложения. А потом окажется, что нахрен ты никому не нужен мобильный такой. Или тебе не понравится. Или еще что-нибудь не срастется. Тебе будет сложнее перестроиться, если ты сразу учился не просто на, как я говорю, академическое программирование, а вот на какую-то узкую нишу. Академический чувак, Иван Кухта, советует все-таки на C или C++ учиться. Но это все узнают, потому что просто обычный язык программирования, который дефолт. Не, даже не столько обычный, сколько вот, например, PHP тоже на сях основывался. Поэтому даже и синтаксис, стандарт де-факто, я просто говорю. Алексей Камаледдинов, разработчик в Ростелеком контакт-центр, это те, которые мне сегодня звонили, это Ростелеком, послушайте нашу информацию. У них новый безнаметный тариф на всю Россию. Я это слышал. Я повесил трубу, на самом деле. Они потом еще позвонят, я уверен. Алексей Камаледдинов мне позвонит лично. В общем, Python, он, например, советует, но это все знают, что это readable язык, много очень всяких обучающих курсов, но это я вообще да, то есть Python, это, короче, прям вот очень такой язык для обучения, так скажем. Я не говорю про Паскаль, который же мертвый язык, да, там, язык для обучения, но вот Python очень круто подходит. И в будущем вы сможете просто продолжать на Python. Он говорит, что можно, в принципе, и если вы системным программированием занимаетесь, C++. Опять же, то есть я повторю, это второй человек из C++. Если, говорит, корпоративные какие-то приложения, хотя, если ты начинающий чувак, какие-то корпоративные, ну, допустим. Ну, вдруг ты сразу себя мнишь таким. Да, на самом деле изучать Java тоже нормально, потому что там много базовых принципов. Там, конечно, ты говорил, собственно, и, допустим, в Германии чуваки Java сразу учат. Да, да, у них просто Java есть. У них, правда, и Python есть, я тебе так скажу. Да, то есть люди, почему бы нет? Стас Павлов руководитель направления маркетинга для технических аудиторий в Microsoft России. То есть не хрен собачий. Он говорит, что он начинал там с Fortran, с Pascal. Мы тоже, собственно, с тобой с Pascal начинали, как я. Согласен, да. Вот. Говорит, были в институте. Потом был CC++, Visual Basic Script, PHP, Visual Basic Просто, потом C Sharp, F Sharp, ну, и т.д. и т.п. Если опираться на свой опыт, он говорит, что комфортно вот в C Sharp зайти в C Sharp. Ну, правильно, он уже маркетинг Microsoft, он уже по работе это ответил просто. Это, конечно, да. Больше всего в плане понимания, опять же он говорит, что C++ дал ему. Я понизил ему рейтинг полезности ответа. В общем, C++, все равно. Артем Кузев за секунду рассказал, это руководитель направления маркетинга технологии DoubleGIS. Он говорит, на примере C++, я помню, нам чувак говорил, что DoubleGIS это тупо говорить. Да, он говорит, что вы в OldFag говорите DoubleGIS, сейчас ты все говоришь 2GIS, 2GIS. А я DoubleGIS использовал, еще когда ты под мамкой ходил. На примере C++ и Java изучить основы основ ООП, объектно-минтированного программирования, а потом определиться в предметной области и изучить родной для нее язык. То есть, опять же, C++ или Java? Мне вот интересно, есть люди, которые в DoubleGIS работают, говорят, я в 2GIS работаю. Именно NewFag, которые туда пришли полгода назад и только полгода назад про эту компанию узнали. У них, возможно, есть какое-то вообще какое-нибудь такое слово, которое они про DoubleGIS говорят по-другому. Они жуют не BubbleGum, ДубльGum. Дубль. Ладно, хорошо. Григорий Петров, технический евангелист, Vox Implant. Я не знаю, что это, но, видимо, крутые чуваки. Полагаю, лучше всего начать обучение с JavaScript. Между прочим, у него самый маленький рейтинг полезности. Но он такой веб-чувак, он говорит, что, видишь, всем веб-браузерам, все это уже понимают, стандарт де-факто, якобы, для веб-приложений. То есть, он такой, с веба, если хочешь зайти, то, что JavaScript учить. Борис Шестаков. Это, между прочим, первый, кто за JavaScript. Все остальные в основном вкратчиво про C++ или про C Sharp. Или про Java. Да. Борис Шестаков руководил... То есть, про строго типизированные языки. Никто про динамические почему-то не говорит, кроме Григория Петрова. Да. Борис Шестаков руководили группой разработки Java в AT Consulting. AT Consulting. Все зависит от задачи, которую вы хотите решить. Однако, если ваш первый язык, я бы порекомендовал строгую типизацию. Опять же, C++, Java, .net, например. С ними в любом случае не пропадете и будете легко переходить на любой другой. Вот. Ну, для изучения он рекомендует зайти на GitHub и просто посмотреть, что там вообще. А что там вообще пушат? Вот так. Почему-то никто про Go не говорит. Ну да, это смешно. Дмитрий Сошников, технологический евангелист Microsoft, доцент МФТИ, там очень-очень умный чувак. Преподаватель детского лагеря Junior. И он, собственно, из-за того, что он преподаватель, он сразу говорит, что а если вы вдруг такой чувак, которому нет еще 12-ти, и он это делает такую отсечечку, то есть до 12-ти лет люди, скорее всего, очень сложно воспринимают традиционные языки программирования, поэтому он советует там, ну, такие именно детские. Но мы на них останавливаться не будем, мы сразу скажем, что он сразу говорит про C Sharp. Опять же, он Microsoft-овский чувак. Microsoft-овский. У них, скорее всего, татуировка C Sharp уже. Конечно. Конечно, да, поэтому тут его слушать как бы тоже такое. Алексей Михайлишин, руководитель отдела разработки ПО компании OS3, ой, OC3, я не знаю. Он очень классно пишет, потому что он пишет просто языком, он не то, что говорит там что-то, да, а просто новичкам, я порекомендовал бы начать, понять, что язык это всего лишь инструмент в работе программиста. И он говорит, что это просто, нужно выучить алгоритмы, структурочки, там, вот это все. Тут не важно, что ты выберешь. Он говорит, конечно же, что C использовал бы, но если тебе что-то надо, ты должен просто понять, что программист чувак, который думает вот башкой, типа, да и т.п. То есть он про фундаменталс говорит, про алгоритмы и так далее. Да, он сильно фундаменталс, и у него больше всего, а нет, больше всего у последнего чувака, у Артура Сахарова, технический директор RedMadRobot. Больше всего у первого самого, у него денег полезности 47H. Ни хрена себе. Который прям тоже сказал, что все зависит от среды. Ну ладно, Артур Сахаров. Ответы на этот вопрос редко занимают меньше 10 страниц, и это неспроста. Но мне лень много писать, поэтому обойдемся самым коротким си. Можно прописать пару плюсов в конце? Это точно будет плюсом. Вау. Вот так что вот такая. Выводы делайте сами, а мы переходим к следующей теме в разработке. Я могу из лаборатории немножко удалиться, да, я так понимаю? Да. Я не надолго. На одну темку ты удаляешься. Я надолго из лаборатории разработки удалюсь, посмотрю на дверь smartape.ru. Знаешь, как лаватори переводится? Ну-ка. Уборная. Леветери. Лабадами. Я еще знаю. Да, ну-ка, я сейчас убедюсь, просто мне интересно, я правильно помню или нет. Ты хочешь сейчас... Уборная. Ты хочешь сейчас сходить в лаватори? Нет, просто сказал из лаборатории, и у меня как-то это все... Из уборной. Нам писали уже, что осталось вам только из уборной уже начать вещать, когда мы жрали в подкасте. не видят просто нас. Вот именно, у нас тут нормально все оборудовано, Так вот, момент, когда CSS, это, кстати, довольно интерактивная темка у нас будет, она мне даже где-то, то ли в тревел, то ли где-то, значилось как интерактив. Это, между прочим, на толстом сайте, но, я так понимаю, автор не толстый. Автор не толстый, да, но про него, про самого толстого тут тоже будет. Так вот, момент, когда CSS стал что-то для вас означать, в смысле, когда вы, наконец-то, его поняли. Момент, когда у вас лампочка загорелась, так скажем. Ну-ка. И в 2008-м он сам толстый написал статью, типа, у меня the CSS aha moment, aha это типа озарение. Типа, для него озарением явилось, вот просто, вот он работает с CSS, а потом такой, блин, я помню, я знаю кунг-фу по нео, я знаю CSS, вот он это осознал, когда понял три концепции, что у каждой, каждый page element, каждый элемент страницы, это коробка, бокс, ну, в смысле, с марджином, с пэдингом, и так далее, что он может управлять размером и позиционом коробок, и третье, он может коробкам давать бэкграунд имиджи, это самое важное, конечно же. То есть он такой, знаешь, дом-структуру понял. Да, то есть он понял структуру дом-дерево, но не в HTML, а именно в CSS, как дом-дерево отражается в CSS. Так. И вот, типа, теперь, после 2008, уже 2016, 8 лет прошло, и команда CSS тоже рассказывает, как у них. вот Джофф Греем, который пишет эту статью, пишет, что для него реализации того момента, что ага, было как раз понятие того, что вот есть HTML-дивы, и что все из них можно полностью задизайнить, каждый див имеет соответствующий какой-то CSS. Вроде как бы это и есть, так скажем, самая основа, но вот он почему-то просто вот для него это явилось сознанием, что вот див с классом header, если мы точка header пропишем, то будут стили для всего дива класса header и всех элементов внутри него. Казалось бы, ну как бы с этого вроде как должно начинаться, но вот для него так. Для него Эврика это было, явилось. Робин Рэндалл, я не знаю, мужчина это или женщина. Это какие-то люди, мне кажется, которые снимают порно студии. Да, но на самом деле автор CSS. для Робина Рэндалла на самом деле больше всего в самом важном было понятно, что... Что он сидел с Джеффри Зельдманом. Он читал Джеффри Зельдмана дизайнер веб-стандартс, это, видимо, книжечка, да, на Амазоне прикладывает ссылку. Я говорит, просто мне нравилось в веб-инспекторе лазить, менять пейдинги маргин и смотреть, что кого, но потом меня зацепило флоты всему делать. Вау. И типа вот в тот момент, когда я сделал флоты, я прям меня оценил, что я могу вообще всякую жесть здесь творить и все прикольно. То есть двигать элементы жестко, флотить их? Прям вот жестко, да, двигать. Сара Драстнер, она тоже один из авторов CSS Tricks. Это, который снимается у Робина Рэндалла. Скорее всего, да. У них там, в принципе, разные бизнесы, скорее всего. Так вот, у Сары Драстнер, она говорит, я, говорит, давно уже, в принципе, работаю, давно здесь сижу. Я, говорит, работаю еще до того, как CSS вообще был. Типа еще только в HTML было. И был такой сайт, я вот не знаю, Никита, ты в теме или нет, я в теме. Был такой сайт CSS Zen Garden. Да, по-моему, ты рассказывал про него. И там, это сайт, на котором можно было типа похвастаться какой-то CSS-ный чувак. У всех была одинаковая структура HTML документа, и они должны были ее задизайнить полностью по-другому, чем у всех. И там реально, ну, здесь есть ссылка, его там этот CSS Zen Garden перезапустили, там года 3-4 назад. Там космос, да, это камера? И там реально, там вот одну и ту же болванку, так скажем, ее в хвост и в гриву заездили, я попробую здесь открыть. Я зашел, да, я зашел. Сам по себе стилю CSS Garden тут до свидания. Вот, это переделанный. До этого он был как Craigslist, когда я на него заходил, и было прикольно. Видишь, там download example, example, я бы даже сказал. И там справа в сайт-баре варианты. И там, если ты посмотришь, просто сравнишь два. Вот я сейчас для наших зрителей открою Steel и Apothecary. И Steel там просто вот типа разведенные мосты и между ними контент, так скажем. А 218-й Apothecary, там вообще прикольный лендинг, и там все в одну кишку. фикстерский лендинг в стиле такой. то есть тут реально настолько полный, и как бы главное условие это ты не меняешь HTML вообще. То есть все классы уже прописаны, и единственное, что ты можешь делать, это добавлять там псевдоклассы, какие-нибудь там пробельчики, ну короче. Ты мне что, при помощи CSS все только? Только при помощи CSS, да и вообще без JavaScript. Хорошо так. Это просто, блин, это охренительно круто, это прям вообще здорово. И на самом деле меня это все возвращает во времена, когда мы только начинали, 11-12 год, сидели у Санька на диванах. Я прям помню, как мы делали наши первые сайты, и я гуглил на блоге Мэтью Джеймса Тейлора, как сделать липкий футер. Да, стики футер, да. И вот тогда было про CSS Zen Garden, я тогда уже понял, блин, интересно, я когда-нибудь мог бы такое что-то сделать. На самом деле, я могу, наверное, сейчас, но сейчас мне просто уже не лень. Не, мне, Сара Драстн, что нам хочет сказать? Она хочет сказать, что она давно здесь сидит, и поэтому для нее аха-момент был вообще просто, что я бокс-модел поняла, и все, и мне нормально стало. Я просто поняла, что есть блоковый элемент, есть инлайновый элемент, и если я буду видеть все как браузер, то все у меня получится. Видеть все как браузер. Да, и капча она не сможет обводить. Интересно, какой браузер она хочет видеть, как интернет-эксплорер? Не знаю, даже, может быть. Ну и потом она пишет, что вообще после этого уже был САС, препроцессоры и так далее. И они, где-то, Geof, да, Geof, да, пишет нам эту статью, он спрашивает, типа, а у вас вообще как? Призывает к комментариям, к активной дискуссии, так скажем, к активной. Слушай, к активной, а там даже и кто-то и отвечает ему в твиттере. Да, да, и он прикладывает несколько твиттеров, там даже есть приколы, и я просто хочу тебе сейчас сказать, что с точки зрения UX-а, на CSS Strixie это тоже, когда начинается секция комментариев, в скобках не видно, сколько всего комментариев. Ага, да. Меня бесит, я хочу сразу знать, несмотря на то, что и даже вверху нету под автором и датой, а я хочу, блин, это было бы прикольно, ну, хоть можно, конечно, написать толстяку, но мне опять же лень, но мы у нас зато на сайте сделаем нормально. Так вот, здесь есть пара прикольных ответов на твиттере, типа, вот тут чувак один пишет, я делал для хэда, чтобы ты понимал, не для бодика, а вот хэды, я вижу дисплейблок, это прикольно, да. Real CSS Strix, ну, кто-то пишет, отвечает, позишн, абсолютно было прикольно, и типа прикольно, что у позишн, абсолютно, абсолютен к ближайшему, релативному, то есть это тоже важно. Ну, и там кто-то просто пошутил, ха-ха, когда я с дьяволом, типа, душу дьяволу продал, вот тогда я все понял, CSS, вот только тогда. Ну, слушай, знаешь, вообще, на самом деле, так, да, я хотел тебя спросить, если эту тему, да, затрагивать, то, короче говоря, вообще, если ты, короче, ни разу ручками не касался CSS, а есть такие люди, я уверен, которые просто брали какие-нибудь там фреймворки, и даже, возможно, не углублялись в них, а просто вот там накидывались. Вот стреп-программист, знаменитый. Да, возможно, какой-то просто гриды накидывали, и все нормально, у них все хорошо. У тебя такого аха-момента может не случиться. Да, у некоторых, возможно, он не происходил никогда. Но вот я помню, что у меня аха-момент, как раз, я вот, когда чувак про флоты говорил, мне тоже это понравилось, потому что я помню, когда я передвигал, я просто сам для себя, потом я уже флотами ничего не делал, но, короче, когда вот я начал флотить, просто флот лев все элементы состакивал, это было прикольно, то есть я понимал там, что как, и как они, действительно аха-момент был, а потом я помню, как-то там по-другому уже делали, просто в линию составляли, когда уже, уже когда респонсив дизайн делали, я помню, как-то по-другому уже делали, не флотами. Я все еще флотами делал, потому что Сьюзи на флотах, и большинство бутстрэпов и так далее на флотах, потом появился флексбокс, потом этим, инлайн-блоками делали. Да, я инлайн-блоками потом делал, да. Ну, это зависит от ситуации, я про себя скажу, для меня аха-момент был как раз, когда я понял Z-индекс. Не тогда, когда мы его в подкасте обсудили. Не когда 999. Я, да, не когда 999, а когда именно я полностью понял вот те вещи, которые числовые, то есть Z-индекс, как работает, и, соответственно, ну, понятно бокс-модел, но когда я понял бокс-модел, Z-индекс для меня был все еще непонятен, и аха-момента не было. А когда я понял именно Z-индекс, что он только у relative-абсолютов есть, что, опять же, если это, ну, мы с тобой рассматривали в подкасте, если это полностью вложен в другой родитель, то у них Z-индексы практически не перекрываются, они сильно разные. И второй, специфичность я понял. Когда специфичность, что она именно в цифрах выражается, что если я добавлю только классик, то это плюс 1 к специфичности, если я идишник, то плюс к 10 к специфичности, ну и так далее. То есть это реально было прикольно, и вот в тот момент меня прям осенило. Пишите в комментариях, когда осенило вас. А мы переходим к такому вестерну, хороший, плохой и злой способ изучения javascript. Нам это, по-моему, к 91 выпуску предложили, потом посмотрим. Я тебе больше скажу. Там даже и не то, что про javascript, там в принципе про жизнь. Но мы перейдем к этому вестерну, я вам сейчас расскажу. Короче говоря, на medium.com Илья Климов позволил себе написать три статьи, которые там, знаешь, практически датированы апрель 3, July 19 и 5 days ago. То есть одну давно написал, а две вот недавно. И он себе придумал, что вот у него будет такой как бы путь, как хороший, плохой, злой путь. Даже, я бы сказал, начало программирования. Или даже, я бы сказал, работы в сфере IT. Работы в сфере программиста. И он рассказывает, вот первая статья, его хороший, плохой и хороший путь сразу. Вместо вступления он рассказывает, что, похоже, каждый доморощенный гуру javascript должен сделать в своей жизни три вещи. Построить дом-дерево из javascript, вырастить, собственно, лучшую библиотеку для решения какой-то задачи, написать статью про путь развития в javascript. Ну и он говорит, что у меня ничего не получилось, кроме написать статью про путь развития. Это, типа, прикольно. Хороший путь это катулька супермен. Давай пробуем запоминать. Да, катулька супермен. И он сразу говорит, давайте представим, что у вас все хорошо. Давайте представим, что вам ни хрена уже не 30+, и вы такие, знаете, заскорузлый такой чувак, который вот до этого у вас пальцы только рубанок держали, а сейчас вы вот сели в IT. Нет, все хорошо, вы учились, может быть, даже в математической школе, или хотя бы в математической классе, или хотя бы увлекались, помимо того, что просто вот, может быть, что-то думали головой хотя бы в школе, а потом пошли в университет, тоже, возможно, технически, скорее всего, лучше всего. И помимо того, что вы проходили в школе, вы еще, в школе, ну, в университете, вы еще дополнительно что-то изучали, возможно, программировали дополнительно. у вас там был там, он говорит, что абсолютно не верно, что JavaScript первый язык, который нужен, и он опять же говорит C, про который мы говорили, C++. И слава богу, что не первый опять же. Да, или, например, Python, или даже он Lisp приводит, путь упоротых гуру. И он на самом деле здесь же истит, то есть хороший путь программиста, к сожалению, как вы уже понимаете, это путь через боль, это путь через, короче, изучение, знания, и т.д. через задротство. То есть для большинства людей, скорее всего, он будет уже закрыт, потому что они уже вуз закончили, и они уже как бы не получили вот этих супер базовых знаний, когда тебя заставляли задачки решать с коэффициентом 1 и 2. Да, то есть этот путь, он может быть будет хороший, но просто отодвинут на 30 лет вперед, поэтому до 60 лет еще будете учиться. Короче говоря, вот, и он говорит, вот, кроме того, что, значит, ты взял какой-то свой первый язык, например, Python, или, например, C++, или JAU, говорит, операционную систему выбери себе, просто для жизни, просто вот, чтобы ты жил, и говорит, я, говорит, знаешь, что советую, я, говорит, глубоко обиженно на Linux брать. Он просто мучает людей, он говорит, берешь ли Linux, и вот это отсутствие юзер-френдли, блондинка-френдли вот этой всей хрени, отсутствие вообще вот каких-либо интерфейсов или чего-то, да, ты просто начинаешь жить, тебе нужно Wi-Fi настроить, тебе нужно просто железо, короче, подружить железо с операционкой, и ты начинаешь познавать просто все, ты, в принципе, уже IT-гай становишься, ты можешь уже, возможно, даже сисадмином пойти, без прикола, в сисадмин. Ну, то есть, вчерашние минусы становятся завтрашними плюсами. Да, да, то есть, вчера ты сидел... Любая боль, которую ты испытал, она, на самом деле, потом делает тебя сильнее, понище. Да, он говорит, что делать в университете, дальше он переходит. Если ты не в MIT или там не в Стэнфорде где-нибудь учился, а, скорее всего, ты там не учился, если слушаешь наш подкаст, те, кто в MIT, напишите, please. В Стэнфорде можете не писать. Да, это лохи, да. Во-первых, что тебе нельзя пропускать в университете? А в университете любят пропускать, представляешь? Любят не ходить на пары. Я очень охотно представляю, любят играть вместо пары, это я знаю. Пацаны, если вы выбрали лучший путь, вам нужно, то есть хороший путь, так называемый, вам нужно математику посещать, знать, дискретику, не только посещать, но и учить. Численные методы, все это отделяет настоящего программиста от программиста ненастоящего. То есть это выстроит у тебя раз в год в жизнь. Да, мне понравилось, что этот набор знаний, который нужен раз в тысячу лет, но когда нужен, именно он отличает хорошего программиста от посредств. Да, ну а мы хороший путь исследуем. Дальше, вообще образовательный предмет. Вам надо сходить на психологию, культурологию, и т.д. и т.п. хотя бы пару раз, он говорит, чтобы просто вообще понимать, может быть, преподаватель прикольный, может быть, короче, вы просто какие-то коммуникативные навыки познаете, может быть, будете базарить со всеми, выступать, да я против, да надо такую политическую реформу, да надо то-то там, ну вот такое. Нужно программирование, конечно же, посещать, ходить на те языки, которые вы не знаете, потому что если вы уже там про в Пайтоне, то ходить на Пайтон Паретт смешно немножко, вы просто можете все лобы сразу выполнить и сдать его без проблем. Я вот только не понял, он говорит, на что нельзя пропускать, и перечитать в принципе все. Ну да, то есть надо вовсе ходить. Чего пропускать-то можно? Я понимаю, видимо, части культурологии, психологии, всякой такой параши. Далее, существует ряд задач, которые вы должны решить в университете. Первое, максимально прокачать свои навыки в программировании, просто потому что пока тебя там мамка кормит, грубо говоря. Второе, даже понимаешь, там дают реально задачи. Вот я сейчас просто, иногда хочется навык PHP качнуть, там работу с массивами, сортировки, опять же там пузырьком, говнеряком. А где найти вот эти 15 задачек, которые надо прорешать, чтобы руку набить на какой-то алгоритм? Их надо выдумывать. А там и тебе их реально дают. Согласен. Второй пункт, кажется, не такой важный, но как оказалось, вот даже на нашей практике, очень важный. Improve your communication. Многие люди, даже после университета, даже вот наши одногруппники, просто смотря на людей, не все еще не обладают скиллом коммуникации. Они все еще какие-то, короче, либо там, ну, забитые, не забитые, я не говорю, но они могут быть конфликтны, например, в каких-то ситуациях. Какие гражданты, я бы даже сказал. Да, то есть, какого хрена, если ты выполняешь работу, ты должен конфликтовать, непонятно, особенно, если ты за деньги ее выполняешь, это вообще охренение. Окей, третье, сделать что-то, чем вы будете гордиться и что станет хорошей стартовой позицией на первом в вашей жизни собеседовании. То есть, вам нужно что-то сделать, блог, хороший pet project, так называемый. Вау. Это вау, да. Победа в олимпиаде, то есть, что-то, что вы сделаете, крутое, классное. Если проблема с английским, все свободное время, инвестируйте туда, опять же он говорит. А, первая работа. Он говорит, цель первой работы, естественно, в хорошем пути, я вам напоминаю, что мы хороший путь пока рассматриваем. Цель первой работы, не надо сразу, знаешь, пойду сейчас, короче, лучшее здание, лучшая организация в Челябинске, буду там, короче, просто, я не знаю, что делать, еле-еле туда попаду, если вообще попаду. Буду там умирать, но пойду туда. Хочу типа там заработать. Но хочу заработать. Нет, на самом деле нужно идти там, где у вас будет некий ментор, то есть там, где с вами будут возиться, с вами будут таскаться, и с вами не будут вас просто, знаешь, спускать на дерьмо, на какое-нибудь, а вам реально будут объяснять. Вам будут давать новые проекты, возможно, это лучше. Он говорит, что лучше, чтобы новые проекты, потому что на старых проектах можно загрязнуть в старом коде. Вам просто будут давать какую-то свободу такую и направлять на истинный путь ментор, где вы просто сможете прокрепить, пусть это будет за 10 тысяч рублей. Я сейчас, возможно, сейчас в Москве у всех приступ случился от 10 тысяч рублей, у них просто один завтрак столько стоит. Пусть это будет ни хрена, но первая работа должна вас учить. Он говорит, что краткий список, что нужно сделать. А, естественно, английский, естественно, гид, что мы работаем в команде, базовые паттерны, мвц, мввм, современная верстка, естественно, стандартная html5, CSS3, который... И фликсбокс самый главный, любимый. Да, хотя бы 2-3 примера кода на вашем любимом фреймворке. То есть, если вы что-то задорочили, как, например, ты куб делал на курсовой работе. Меня все очень сильно опустили в паблике. Я видел, я видел. Ты чёрт, ты вообще говно. Нет, нет, ты просто там написал, что я это делал 5 лет назад. В общем, прикол, прикол, да. Вот, то есть, у вас должна быть какая-то... Каждый, кто написал, я ненавижу вас лично. Должна быть гордость какая-то, должно быть какой-то опыт небольшой, хоть какой-то, просто пусть это будет не очень, так скажем, практически применяемо, но прикольно. Что дальше? Владелец небольшой компании. Как владелец? Может быть, если бы я тогда этот куб не сделал, сейчас его дизайна бы не оба. Да. Хочу вам сообщить малоприятную истину. В большинстве своём работа не должна развивать вас. То есть, вот та самая работа, да. Бизнес это бизнес, мы понимаем. То есть, если ты делаешь бабки, то ты делаешь бабки, и надо выполнять задачи. То есть, если вы берётесь за бабки, то в основном эта задача вас никак не разовьёт нахрен. В основном. Она, конечно, вас разовьёт на первых порах, потому что вы нихрена не знаете. Но потом вы, скорее всего, просто будете зарабатывать обычными вещами. Вот. Приходится тратить своё личное время. не рабочее. Я удовольствие получаю, потому что я это Саньке говорю уже какой год. Это хороший путь, я напоминаю. То есть, это просто путь из низов. Вот. Давайте посмотрим на другой стороны. Вы сам себе хозяин. То есть, ну, вечером, вечерочком. Улучшаете сами себе жизнь. Куда приятнее работать с кодовой базой, которую вы сами сделали, опять же, а не с говнокодом. Решаете одну из основных проблем самообучения и саморазвития. То есть, вы просто, в принципе, растёте над собой. Вот. Ну, тут он дальше говорит, то есть, конференции искать. И самое главное, он говорит, что надо выёживаться, надо выступать. Говорит, будете выступать? Будет, короче, джоб-оферы, то есть, будет предложение по работе, вдруг, случайно выстрелит. Будет какое-то такое, с комьюнити познакомитесь, поймёте, кто там самый главный крутой. И вообще, в принципе, будете вот вариться в этой теме. Это просто потому, что у вас хороший путь, вы уже, вы просто растёте. Не подвергайтесь хайпу, мы это сто раз обсуждали, что надо быть профессионалом в той технологии, которую выбрали, но, опять же, не надо зашориваться. То есть, не надо просто выбрать вот этот путь, с которого никак не сдвинуть, и д, и т.п. Надо смотреть на другие технологии, но просто, как бы, не подвергаться хайпу, опять же. Не распаляться. Не распаляться. Если C++ выбрали, раст посмотреть, потом, позже, D. Но это если вы уже в C++ нормально шарите. Я не говорю о том, что там гениально, но, тем не менее, вдруг вам как-то это облегчит раст, например, жетуху. Вот. Что мы имеем на выходе, он говорит. На выходе должен быть специалист такой уже на туре крутой. Он уже поработал, он уже всё могёт, он уже вообще в принципе, то есть, для него всё не проблема, главное просто сесть и сделать. Вот такой хороший путь. Плохой путь, короче, он сел и написал через три месяца. Мы сейчас быстренько его рассмотрим. Плохой путь, это, знаешь, короче, когда тебе в натуре три саха, у тебя волосатая область паха, нет, возможно, тебе даже два саха, и ты, короче, всё упустил, и ты такой, блин, ну вообще-то прикольно было бы сейчас зайти в IT, просто потому, что это прикольно, короче, ну такое. Тут просто такой, какой-то угрюмый катулька в футболке, в майке JS, в майке алкашки. В майке алкашки JS. И он говорит, ваша тема, просто сейчас заработать много бабла, реально. То есть, вот вам 30, главное заработать баблище, чтобы купить новую машину, короче. И, короче, начинаем. Он сразу говорит, я, говорит, вот это не приемлю дерьмо, но если вы уже решили душу дьявола продать, за ночь с тобой, как в этом, в соборе Парижской Богоматери или где там? Да, да, там. Да, вот. Почему бы нет? Ну давайте, окей. Мы начнем. Плохой путь. Погнали. Вам надо, короче, резко повысить стоимость свою на рынке труда. Вам надо, короче, взять сразу. Вы можете не знать какие-то, знаешь, базовые вещи, но если вы специалист в одной хрени просто в какой-то, вы задрочили ее, но не знаете там, CSS вообще не знаете. Но вам это поможет все равно взять работу. Вы все равно смогете. Причем, возможно, даже с большей бабки. То есть, он говорит, технологии сразу берем. Что сейчас модно? Сразу берем, говорит, React. Вот прям он говорит, быть в тренде, React. Поехали. Если, короче, я, говорит, сам испытал, что это крутая тема, много всяких огрех, но все равно React, значит, поперли. Angular, говорит, берем. Он сейчас сильно, типа, развивается и вообще охренеть. Там тоже уже. Самое, что главное, говорит, все шишки уже набиты, все уже решения есть. Вам только надо взять Angular и ее поражать просто. Ее. Хотя он здесь чуть-чуть говорит, что хоть бы я и сам, говорит, каюсь, грешен, был восхищен React в какой-то момент, но чем далее я вожусь в этой песочности, тем больше я осознаю незрелость его инфраструктуры для чего-либо серьезного в реалиях аутсорса. Да, то есть, судя по всему, он все-таки по хорошему пути идет, развитие. Поэтому он тоже, это как бы смотрит на это, но смотрит издалека. Ну вот, да, тут есть несколько пунктов, просто что вы должны сделать, это мы опустим. В общем, новые технологии, вы поняли. Так, дальше, Сенча Тач, ну вот, XJS, он говорит, что очень крутая тема, на которой можно баба заработать. Ну, это практически, как знаешь, 1С Битрикс сосвоить охрененно, программирование под 1С Битрикс, тоже вот, ну, тоже бабки, как мы понимаем. Да, в общем. Он, я напоминаю, он это все не очень-то любит, потому что для него это все-таки плохой путь. Он рассказывает, что просто вам нужно стать магом таким неким. Вот у вас есть решение, вы его делаете и просто зарабатываете баблинский, рубите. Node.js попробуйте. Говорит, все плюются от Node.js, там, пацаны, которые пишут, там, знаешь, фронт-энд, но, в принципе, можно на нем бэк-энд замутить крутой. Мне нравится, он пишет про XGS, например, никогда не забывайте, что вы посреди пути в никуда. Этот путь более чем денежный, но когда наступит миг ухода, весь ваш опыт придется просто выкинуть. Да, то есть, если технологии сменятся и больше никому не нужны будут человеки на XGS или что-то будет круче, и вы вдруг, допустим, устареете морально и материально, то вас можно будет действительно выкинуть. Да. То есть, этот путь, он очень темный в никуда, но с баблом. Возможно, с баблом. Это и то, если вы пересильите. Надо, на самом деле, много сил, чтобы сразу взять и не с хрена выучить Node.js. Вот именно. То есть, он с баблом-то с баблом, но надо все равно сидеть на каких-то препаратах. Очень много, да. Мы расскажем еще про препараты. Вот, можно перейти дальше. Stay tuned, он нам говорит. И последнее, хороший, плохой, злой же у нас, у нас теперь злой путь. Так вот, злой путь, тут просто катулька, он как бы злой сидит. Ну, реально. Реально, злой катулька, даже уже без всего. Он голый, сидит белый. Уже да, уже даже в стилистике совсем в другой. Он немножко рассказывает про то, что в принципе-то вот есть проблемы с баблом у многих людей в разных странах мира, таких как, например, Украина. Я ничего не говорю. Он просто сам с Украиной? Он сам с Украиной, да, и говорит, что вот, допустим, джуниор в Украине, ну, потому что он, возможно, по каким-то причинам работает на запад, получает 300 баксов, например, фронт-эндер, что в полтора раза больше специалисты химической промышленности с шести годами опыта. То есть чувак, который переливает из колбочки в колбочку, знает, как что перелить нормально. Из колбочки в палочку, возможно. Да. Он хуже получает, чем джуниор, который просто верстает флотами, как мы, флексбоксом. И он говорит, так что тебе минимально, что нужно сделать, просто злой тебя путь. Тебе просто надо запрыгнуть в индустрию. Просто чтобы тебя приняли и 300 баксов получать свои. Понятно. Вот. Вот это злой такой путь. И он говорит, минималочка. Надо просто знать фронт-эндик. Аккуратненько. HTML, CSS, посмотрел просто. Там даже дом-элементы не надо ничего знать. Ты даже, возможно, просто можешь взять фреймворк и верстать. Тебе надо просто максимально свой как бы вот этот скилл. Тебе надо, знаешь, что еще сделать, короче? Он здесь это много расписывает. Тебе надо просто понимать структуру. Вот из чего делается сайт, например. Тебе надо структуру. Вот если у меня бэкэнд, значит, у меня здесь есть, значит, у меня есть CSS, ну и JavaScript, значит. Я тут все понимаю. Мне надо с этим общаться, если что-то это. Тебе это просто поможет на собеседовании как бы запрыгнуть в вагон этой компании просто, чтобы бабло получать. Злой такой путь. Ну, просто, чтобы тебя приняли. Чтобы тебя приняли, да. Да, потому что тебя уволить будет, скорее всего, сложнее, и вдруг ты тут подсуетишься, и вдруг ты смогешь чего-то, но это такой злой путь, реально, вы понимаете. Он говорит, как учить самостоятельное обучение? Конечно же, да, самостоятельное. Скорее всего, вы, скорее всего, вообще до этого работали пожарным, возможно, каким-нибудь. Вот, решили запрыгнуть в поезд. Да, короче говоря, в моей примитивной педагогической картине мира практически любое обучение построено на цикле. Смотри, как я это делаю. Как это делаю я, делай вместе со мной, делай под моим присмотром, делай сам, потом покажешь результат. Вот. Ну, то есть, он говорит, что надо учиться самостоятельно. В том числе, если вы, опять же, уже попали, то вы, я думаю, там внутри организации что-то сможете научиться, опять же. Может быть, какой-то ментор у вас будет, как в случае с плохим ментором. Если у вас, говорит, есть ментор, там есть очень прикольная картинка, пособие по удержанию ментора. То есть, чувак, который вам на халяву практически рассказывает о знаниях, ну, и даже, он не столько помогает, он не столько помогает вам, ручки вам двигает, а он дает удочку. То есть, нет, ты сам и иди, и на какой-нибудь, может быть, вопрос вам наталкивающий дает. Это круто, чувак, его надо вот так вот сжимать, как панда здесь сжимает шарик. к сожалению, реально, тот человек, который этого ментора сжимает, он же, блин, им пользуется, на самом деле. Конечно. То есть, он ему нужен просто, чтобы вот эти удочки получать, а потом его дропнет очень быстро. Да, в злом подходе такое может быть часто. То есть, конечно, когда люди хороший подход используют, путь, они этих менторов потом просто в рамочку ставят, потому что это все таки... Главное, чтобы не в черное. Да. Вот. А злой путь, это, конечно, скорее всего запрыгнуть на вот этот хайп-трейн, там на нем прокатиться, бабла получить, и, возможно, уехать в другую страну. Здесь, причем, в злом пути про курсы есть, причем он сам сознается, что у него тоже есть курсы. я, да, я каюсь, говорит, джалэскейп веду, бывает такое. Ну и вот, и там такой конклюжен, вместо послесловия, он говорит, что разные пути ведут к разному. И мы тут видим, один к солнышку, один вот там такой раздвоенный, а один куда-то в жопу вообще ведет. И вот вы каждый выбираете для себя, что делать. Может быть, надо пойти по хорошему пути, но долго, может быть, пойти по плохому пути, но быстро и много бабла, а может быть, просто надо запрыгнуть на поезд бабла, хотя бы какого-то. Так что вот так, вот такие, короче, три статьи на медиуме от чувака. Фу. Короче говоря, что мы типа, мы типа скажем, что перерыв? Да, мы правда должны были еще перед разработкой это сказать. Но давай сейчас скажем, потому что впереди вас еще ждет дохрена приколов, социалки, WordPress может быть, который, который WordPress, научпоп и темы слушателей обязательно, поэтому не переключайтесь. Да, не переключайтесь и идите покурите, я не знаю, кофе попейте. Да. Это не вредно там все говорить. Это не вредно. Повейпить идите. Социалки. Да, мы возвращаемся. Никита Цукерберг у меня написано в Slack. У меня просто, я не могу, у меня здесь озоновская реклама. И мне там божественную комедию Данте в шести томах плюс сто оригинальных литографий Сальвадора Дали за два миллиона рекламируют. Отлично. Я напоминаю, все уголовники Данте любят. Да. Так вот, VC.ru нам представляет план на 2026 от Марка Цукерберга. А я вам напомню, что Марк Цукерберг это такой пацан, короче, который замутил всю движуху с Facebook. Ну и что, это, короче, было интервью, not the Verge. Это просто перевод на VC.ru. Не то, что они сами у него брали какое-то там интервью, нет. The Verge. И Цукерберг, он прям сразу в карьер, с места в карьер рассказывает несколько штучечек, которые Никита в самых оптимистичных этих 40 минут осталось, так что пробуем Цукерберга прям убыстрить. Да. Что он сделает за 10 лет? Хочет. Первое. Подключение к интернету жителей всего мира. То есть, ну просто, ну сейчас не все подключены. Сейчас только полтора миллиарда подключены, а четыре с половиной миллиарда не подключены. По каким-то причинам. Например, отсутствие инфраструктуры. Значит, будем мутить с Фейсбуком баблински будем впиливать беспилотники в какую-нибудь хрень, чтобы до туда допилило интернетом. Доступность интернета. То есть, многие люди просто без бабла живут реально. То есть, мы будем удешевлять услуги, будем прям, в общем, снижать объемы передаваемых данных. Ну еще что-то такое делать. Это, я напоминаю, этот Цукерберг с Фейсбуком. Отношение к интернету. То есть, многие люди просто, ну как бы, а зачем пользоваться интернетом? А он мне нужен или нет? Опять же, будем говорить какие-то вот программы бесплатного доступа к интернет-сервисам вроде FreeBasics. Он любит вот эту тему. Он дальше скажет про то, что это в Индии надо внедрять. То есть, такая хрень, которая, когда тебе без интернета, без бабла в интернет, впуливания, ты можешь просто FreeBasics посмотреть что-то такое. Допустим, ты можешь какое-то количество сериалов посмотреть. А, столько, я думал, там прямо практически только историю Индии ты можешь посмотреть. А может быть, только историю Индии. И вдруг тебе это заинтересует. И ты сможешь проплатить дальше интернет. А вдруг а что можно и это можно будет. Там еще, скорее всего, будут закрыты документы. Оплатите интернет и вы получите доступ к этим документам. Ну вот, да. Дальше. Второе. Запуск программы Aquila. Это очень, на самом деле, страшная хрень, когда я читал. Aquila это такая хренатень, технология, по которой делаются дроны, которые летают огромные дроны, на самом деле. Здесь написано, что размах крыльев этого дрона как размах крыльев пассажирского самолета Boeing 737 34 метра. То есть, это летит такая хренатень и она раздает интернет спокойненько. Что самое главное, она не может быстро лететь, потому что интернет быстро лететь не любит. И что самое главное, высоко не любит лететь. То есть, такая хренатень. Там еще такое дерьмо на солнечных батареях, я для наших зрителей загуглил. Там такое, как бы тебе сказать. Я понял, да. Он выглядит не очень страшно, но тем не менее. Я думал, я представлял себе летающую тарелку, на самом деле. Я представлял себе ужнецов какие корабли у вас эффекты. Вот примерно такое. Но они такие и будут, я чувствую, скоро. 40 километров в час летит медленно, парит, не очень высоко. Я не знаю, что вы будете думать про него, но тем не менее, он раздает интернет в каких-то труднодоступных областях. Третье, развертывание системы Терраграф. Ну, это такая многоузловая беспроводная система, как здесь написано. То есть, доступный интернет в густонаселенных проводах, городах. Беспроводной. В Нью-Йорке, например. Просто, просто везде будет Wi-Fi. Я так понимаю, он на самом деле просто хочет свой рынок увеличить. Конечно. Там везде Facebook будет. Это все, там везде будет Facebook. Работа над проектом Free Basics, ну, про который я и сказал. То есть, какие-то штуки, которые дефолтно доступны. Очень много таких вещей в самолетах, например, есть. Ты можешь в самолете или вот ты ездил в этом, в Сапсане, там много чем можно просто так посмотреть, подсоединившись к сети Сапсана. Ух ты. Да, пятый, искусственный интеллект и робот дворецкий. Ну, это просто, говорит, что роботы, крутая тема, говорит, вот как Джарвис с железного человека, это такая хрень, которая ему в шлеме подсказывает. Я даже уже и не помню. Ну вот, короче говоря, это все за этим. Будущее надо развивать обязательно, все классно. Боты, говорит, что очень много страниц, бизнес идет очень сильно через страницы Фейсбука, поэтому давайте ботов, может быть, замутим, которые будут что-то сами что-то делать там на Фейсбуке. И это тоже путь к автоматизации, путь к баблу для Марка. Седьмое, виртуальная и дополненная реальность. Естественно, естественно, все, сейчас очки, сейчас эта тема, говорит, были раньше телефоны, все их любили, а сейчас будет виртуальная реальность, будет круто, будем все в очках ходить, все видеть сразу, и все классно, не надо будет даже телефон доставать. Ну и в том числе дополненная реальность, как вы знаете, это такая хрень, которая просто появляется, не полностью перекрывает вам реальность. Это Pokemon Go. Это Pokemon Go, да. Все, переходим к WordPress, Цукерберг молодец, но я в этом во всем вижу только его выгоду лично, корыстный умысел. В WordPress собирается, Никита, ты-то и не знал, поднять минимальную версию, PHP с 5,6 до 7 в середине 17-го года. А что они в середине 20-го года? Ну, как бы сейчас это, им так-то все говорят, что, чуваки, вы что-то жестко слишком. А, а как же старые хостинги, которых там 5,2 PHP все еще? Слушай, я согласен, ну-ка, и чем оправдывают, давай. Ну, просто, да, Джефф, на самом деле, он здесь очень посредственную роль играет. Да, он просто декларативно все нам рассказывает, что бывает дискуссия на твитте и так далее. некий Андрей Савченко. Так, хорошее, уже хорошо. Да, он просто считает, что WordPress, как бы сказать, не очень ответственность осознает. Так много сайтов на WordPress, а они не заставляют всех на PHP 7 перейти. это типа непорядок. Непорядок. И на твиттере все начали сраться, некоторые соглашаются, вот, например, Мэтт Муленвек говорит, вы типа это, чуваки, давайте только не будем делать плохую репутацию WordPress, если он сейчас вдруг всех начнет заставлять, давайте как-то постепенно. Причем, Мэтт Муленвек, он даже геолокацию своих твитов оставляет. Палял. То есть, можно к нему домой заявиться. Видимо, да. Ну и короче говоря, они предпочитают вот в WordPress 4.8 это добавить. ну, вроде как, чтобы вот большая, слишком большой шеер у рынка WordPress 20 там с чем-то там процентов сайтов вообще во всем мире на WordPress работают. Надо типа ответственно к этому относиться и лучше бы вот увеличить до седьмой версии практически электроэнергию экономить у хостингов. И Гарри Пиндергаст наш любимый он пишет что лучше давайте как-то подождем посмотрим че как туда-сюда еще пока только WordPress 4.6 выходит давайте ближе к WordPress 4.8 посмотрим может быть как-нибудь сделаем PHP 7 обязательной версии. Ну отлично WordPress получается вообще впереди планеты всей. Да, то есть они прямо я хочу сейчас у чуваков которые дурпальщики там расскажите как у вас с PHP да я думаю что там как-нибудь graceful degradation полный то есть там если будет седьмой PHP будет круто оптимизировано уже под него и так далее а если не будет то и хрен бы с ним хотя я не уверен что можно обратную сделать совместимость если ты уже пишешь там что у тебя функция возвращает int то что в phpc добавили типа возвращаемых значений то как ты будешь в старый ты никак бабель подключить нельзя в javascript да бабич плагин admin comments позволяет вам кастомизировать как выглядят колонки в админке колонки например на листинге постов вдруг вы хотите добавить колонку featured image миниатюра записи чтобы не заходить в каждый не смотреть какая-то миниатюра записи стоит можно поставить этот плагин сделать колонку featured image и просто-напросто увидеть я сейчас выключу звук включу видос на веме я не буду выявить я просто покажу результат и вы все поймете там как раз уже показано featured image и так далее блин не там результат показываю где я его показывать буду вот да там их можно располагать в определенных местах допустим кроме featured image отображать любые кастомные поля допустим есть у нас поле цена в каком-то посттайпе и мы его можем здесь выводить даже префикс можем делать рубль или там евро сама цена у нас только цифра хранится а здесь мы можем добавлять что перед цифрами евро знак ну реально очень много разного можно сделать обязательно посмотрите попробуйте прям прикольный плагин я даже у него как обычно есть про версия в которой все вообще супер круто и запакано но даже бесплатно хватит в принципе для большинства базовых вещей я планирую использовать в крайнем проекте потому что да это круто переходим к научпопу как терялись космонавты есть такая философская тема на самом деле про физику и про то как вообще физика препятствует людям все еще до сих пор или наоборот люди я не знаю или например нашим какие-то изобретения все еще препятствуют людям нормально жить космическая связь мы понимаем что не такая простая штука то есть та самая связь которая между домиком и ракеткой ух ты да и говорит очень много бывает проблем как космонавты терялись по поводу того что ну как связь наладить ну реально в космос улетел человек и вот немного физики здесь есть картиночка что вообще посредством коротких и ультра коротких волн общаются с ракетой пацаны с башенки ну радио короче да и на самом деле ультра короткие волны они крутые только в прямой области практически в области видимости а короткие волны они отражаются от всякого и можно даже практически по всему шарику вот такого проскакать я не знаю сейчас мне физики скажут да или нет но тем не менее короткие волны могут далеко добивать и вот говорит но вообще-то даже с короткими волнами бывают проблемы и вот здесь есть некие такие диалоги просто почитайте я сейчас не буду углубляться диалоги даже Юрия Гагарина и там видно что действительно бывают очень много сбор а там представляете какая техника даже тогда была я уж не говорю как сейчас сейчас такая же сейчас такая же да абсолютно все очень не слышно все разбивается связь прерывается то есть здесь несколько даже диалогов приведено и в том числе как я понимаю и американских пацанов и не только русских то есть не только у нас такое старое оборудование точнее оборудование которое не мощное то есть они все еще страдают этой проблемой рассказывают например про глухие орбиты вот есть такой небольшой подзаголовочек про то что допустим у СССР какая я понимаю к России это по наследству перешло есть глухие витки такие вот которые здесь изображены они на экваторе я так понимаю чуть дальше экватора то есть там есть проблемы со связью и там просто элементарно никаких работ не ведется когда мы летаем на самолетах или там на каких-то на кораблях да на кораблях самолет это похрен вот поиск и спасения и здесь вот самое то что важно то есть многие я опять же не буду останавливаться на каких чуваках но много космонавтов просто при приземлении например не могли связаться даже вот по пути приземления где-то там падали где-то там нормально мягенько приземлялись не могли связаться с базой туда позвонить сказать пацаны алло мы уже тут в тайге короче и к ним даже в том числе я просто вам самое шокирующее скажу до 2-3 дней когда ты в лесу когда ты космонавт приземлился у тебя ничего нет ты с тюбиками там сидишь блин со жратвой и до тебя просто 3 дня едут элементарно тебя ищут с собаками поэтому тюбиков может и не быть то есть это реально дерьмо да поэтому тут даже вот говорят к некоторым просто лесники сначала выходили а потом уже только поисковая группа к нему причем лесники ты наверное видели приземляются они там шок вообще налон вот она такая первая тема из научпопа разогревающая можно переходить что-то 61 будущего ой 61 отблеск будущего и на самом деле тема очень крутая но мы просто физически давай может быть ее перенесем да мы как бы не то что перенесем я просто скажу несколько топовых вещей давай то есть чувак Ян или Жан я не знаю Ян Чипчейз у него студия похоже дизайновая студия Ди из Сан-Франциско и они много фотографируют и фотографии делают и он поехал в Гбао а Гбао чтобы вы понимали это область в Таджикистане Таджикистане горно-бадахшанская автономная область то есть чувак из Америкосии что ли поехал причем сам глава этой студии он не боится там это на самом деле местность в Таджикистане на границе с Киргизстаном и с Чайной с Китаем а что чайный Китай и он говорит на самом деле после того как мы почти ну сколько-то они там месяцев находились и там это горы еще я в принципе понял что жизнь она немного другая и вот он берет 61 отблеск будущего почему будущего я не совсем понял но но он все он познал он короче он прямо он другим человеком вернулся потому что там совсем совсем по-другому я говорит в принципе думал что я этот список разберу на разобью на часть про просто про поведение и часть про технику но как-то решил все смешать просто потому что видимо он уже оттупел там пока был уже не смог даже классе ну как просто да он на киргизстанском писал на каком а он а он кстати на очень крутом английском писал да да я причем когда читал эту статью я в словарь залез раз 30 наверное потому что причем в бумажный естественно в свой походный который тоже можно в гбао брать с собой потому что он какие-то хитрые витиеватые слова и выражения выбирает просто до свидос ничего не понятно так вот он говорит если вы хотите посмотреть как наша планета будет выглядеть в конце века через век немного проведите время в Китае Индии Индонезии Нигерии или Бразилии я не очень понимаю что это значит все в бедноту скатится что ли в overpopulation будет очень много людей везде все бедно и хреново непонятно видимо да он также пишет если вам интересно как долго продлится китайское экономическое чудо так скажем то вы в принципе это посмотрите на ставки там коммерческие у девелоперов в третьем и шестом ярусе в Чиньянчинге Гансу Квинка и Тибете охренеть ну короче говоря надо это ставить на чуваков которые будут там делать недвижимость потому что там видимо недвижимости нет вообще и типа идите и покупайте акции девелоперов которые собираются тебе застраивать отлично он говорит пишет тача иди например не работает на большой высоте потому что отпечатки слишком сухие он что-то уже все какой-то нет ну тут реально прикольно вам говорит больше не нужно приложение переводчик на телефоне потому что у всех остальных людей с кем вам надо поговорить уже установлено это приложение то есть там видимо настолько ну как бы я не знаю много там туристов или нет но видимо да вот говорит есть какое-то детское такое прям удовольствие от путешествия 20 километров подряд по земле где ни одного человека и вообще где практически не ступала нога человека это говорит практически как открыть атлас и узнать что есть какая-то страна которую ты ни разу не слышал и которую ты собираешься посетить вот говорит тут примерно так же тебя типа везут и да тебя везут он уже все там я не могу так нет тут вообще круто и тут пишет когда белый мужик путешествующий в интересных местах всегда нужно доказывать что ты не шпион спасибо Голливуду всегда очень легко ну типа когда у тебя вымогают бабки на взятку нам помогает если у тебя все бумаги в порядке вот такие советы ну это да вообще в принципе границы легко пересекаемы он пишет ой да там тебе вообще конечно то есть вот он это и говорит что вообще да есть типа империи в этом мире которые реально погрязают в крови и умирают я не знаю он может там отголоски монголо-татарских империй каких-то увидел не я согласен что это такой экспириенс это сильный да он пишет самый дорогой товар даже больше чем интернет это бензик он просто на 20 процентов дороже чем в любом городе то есть там видимо бензик это вообще-то сведос даже после 15 лет когда я профессионально расшифровываю поведение людей что они хотят сказать я все еще удивляюсь насколько универсальный язык тела то есть видимо там ему на пальцах столько показывали всего что он просто охренел может быть даже не на пальцах вполне возможно может на отрубленных чех-нибудь там пальцах ну короче здесь много всяких прикольных вещей я даже думаю вы можете комфортно целый месяц путешествовать на те же деньги что месяц в Сан-Франциско живете ну это да я даже думаю знаешь что челлендж устроить у нас вот такие все короче там слушатели и зрители такие это типа короче а че вы не рассказываете все а че вы вы короче вот возьмите почитайте эту статью если сможете прочитать ее нормально перевести без проблем то отлично ну нет просто сейчас даже уже и время поджимает 28 пункт maps.me самая крутая вещь поблизости к реальным бумажным картам я во Франции кстати ими пользовался они реально крутые 33 под выделенный люди которые носят паленый саприм видимо есть такая фирма ни разу не видел они намного более прикольные чем люди которые носят на самом деле саприм ну в смысле по жизни то есть те которые реальный саприм носят видимо напыщенный мрази видимо да здесь где-то был пункт я его сейчас не могу найти он пишет что типа в Китае настолько все копируем то есть настолько все может быть подделкой что люди уже в принципе почти ничего не покупают и люди в Китае самые экономные люди в мире потому что они настолько уже привыкли к тому что все говно вокруг что почти все поддельное что да что нет смысла сейчас искать что нет смысла даже покупать ничего уже потому что да 38 пункт тибетские монахи предпочитают iOS андроиду 39 кстати мне понравился любые люди кому нравятся фотографии в конце концов приобретают отдельный фотоаппарат то есть просто зеркалку просто потому что ну такие моменты ну я от себя могу просто сказать глубину нельзя никогда передать без нормальной оптики никогда ты не глубину резкости я имею ввиду а когда ты диафрагму широко открываешь у тебя объект один спереди а дальше все сзади размывается ты это не можешь достичь на телефоне просто ну никак фейсбук говорит если зайдет в Китай вот есть такая идиома я вот тут узнал пирик пирик ну короче говоря по русски сизифов труд ааа окей и то что говорит фейсбук пытается зайти в Китай это сизифов труд и вообще говорит если даже и зайдет то только будет больше взрыв всякой цензуры и всякого досвидоса в мире просто потому что китайцы его сразу запретят и вообще это досвидоса ну у них там же уже свои 360 и всякое говно поэтому они там же живут своей инфраструктурой действительно своей жизнью да 47 пункт тибетские монахи неплохо играют и там ссылочка на инстаграм и там они в баскетбол просто хреначат отлично то есть тут в перемешку всякие прикольчики или не прикольчики но да блин крутая статья да я иногда знаешь это прям вот так иногда хочется вот прям чтобы вот время у нас не так быстро шло мы прям с тобой столько тем крутых ну видишь мы реально подробно на дизайне и разработке всегда останавливаемся что нам или надо уже много подкастов разных делать разные тематические или собственное радио или я не знаю или просто дайте нам денег мы больше будем записывать я только такое могу еще предложить на europedesign.ru есть слэш донейт там можно нам пожертвовать денег шестидесятый пункт два последних зачитываю и все разница между эйджем и 3G вот говорит мне какой-то тинейджер из этого региона рассказал что когда провели 3G мы начали только дышать вау только смогли вздохнуть то есть ну ты представляешь всегда на эйджи жить да это до свидания я просто вот представить мне сложно с учетом того что все сайты сейчас реально все нагружен и нагружен а как мы в америке нервничали то там тоже с интернетом не везде хорошо и тогда еще хотя бы сайты были меньше сейчас мы бы еще больше нервничали реально это свидетель был бы 61 пункт самый интересный аспект этих поездок естественно не попадут ни в какие списки причем он даже не имеет наверное ввиду что они не поделятся а просто как бы это не описать это не описать и здесь много черно-белых реально очень крутых фотографий я сразу вспоминаю правило что черно-белый лучше все передает то что ты не отвлекаешься на цвет ты видишь больше деталей пыли всякой эмоции тут реально тут буду посмотреть я вижу круто 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 так последняя тема из научпопа я так понимаю нам темы слушателей то вообще можно пролететь у нас там ничего такого мы почти все с тем слушателей реально уже обговорили там просто есть авторский пост сплин коуды ну вот мы ради него да в основном ради него и т.д. и т.п. vc.ru нам предлагает еще одну статью из человека в сверхчеловека я вам просто очень быстро ознакомлюсь о том что эти два веселых парня которые там у тебя на картиночке есть на фотографии это между прочим пацаны основателей но т.р.бокс джеффри ву как вы понимаете слева и майкл брант как вы понимаете справа очень такие прикинь наоборот это смешно будет ну хотя я во все поверю они когда уже там под на 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 охрене мне тоже видимо надо пить уже так вот суть какая короче чуваки которые на тропилам пользуются они я вам так скажу даже создатели они тоже очень сильно пользуются потому что там вот дальше вы поймете короче говоря они придумали новую хрень noturobox у них как бы вот такой бренд есть мне сразу сейчас сойлен вспоминается вот эти соевое молоко там говно которое заказываешь только его пьешь больше ничего не пьешь и не жрешь да они придумали вот под этим noturobox под этим вот брендом выпускать всякое дерьмо которое можно сжабать типа каких-нибудь таблеток например которые стимулируют ваш мозг как обычный ноутропил собственно я вам напоминаю что эта хрень запрещена в России но эта хрень разрешена некоторые мода фенил например запрещена в США разрешена но к ним и так к нему и так как бы да все равно с опаской относятся даже американцы хотя они любят жабать все подряд вообще с кассы все берут любой дерьмо жрут так причем у них-то все по рецептам просто им всем выписывают сразу какой-нибудь этот там написано даже можно в интернете заказать то есть это не рецепторная хрень у меня ух ты вот поэтому короче эти пацаны придумали делать всякое ну и там состав естественно в том числе кофеин но он говорит что вот говорит кофеин вот ты вот сужешь эту хрень да но это непонятно это столько же сколько ты с кружки выпиваешь кофе или это вот намного больше или намного меньше то есть фиг его знает ну вот там несколько составляющих три набора таблеток райс, спринт и яун и всякие вот жевательные кофейные кубики вот эти гоукюбес короче это все охрененно сейчас пиарится в среде айти потому что нужно стимулировать мозги как бы я вот не понимаю как вдруг внезапно раньше когда придумывали microsoft когда придумали windows когда придумали linux не надо было ничего стимулировать ну да а сейчас вот прям надо а сейчас вот все в среду без этого ничего нельзя сделать чтобы в дедлайны значит уложиться есть некий основатель ноутро нуутру эрик мэтснар вот этот он посмотрите как он счастливый и он с паками вот этого наторопила собственно и стоит своего который он собственно придумал прикольного короче они сильно пиарятся в этой теме напишите в комментариях если вы вдруг употребляете что-то подобное так стопудово и употребляют вот я честно от себя сразу скажу я супер против всего этого дерьма если вы ленивый говно и дебил то да не здесь я просто склоняюсь к тому что здесь возможно без таблеток ты потом не сможешь ничего сделать потому что у тебя просто мозг не будет вырабатывать ничего там есть признают чуваки что есть пранотробокс есть зависимость но психологическая какой смысл прекращать пить если оно типа вас улучшает дерьмо а психологическая зависимость это в основном проблема всего вообще то есть понятно что какие-то сильные наркотики они тебе не важно даже героиновая физическая зависимость через неделю у тебя пройдет вот да но психологическая зависимость это очень серьезная штука в том числе поэтому ну вот такая статья прикольная поизучать если хотите в принципе здесь Мария Аниканова врач-невролог и блогер пишет что ни одного исследования по ноутропам нету которое подтверждает эффективность этих препаратов да то есть это может быть все пустышки и плацебо ну дело даже не в плацебо а дело просто в том что это бизнес ну может да в плацебо короче говоря просто отдельная новая так скажем ниша для зарабатывания бабок айтишники же богатые ну конечно на них же можно эти бабки заработать поэтому они еще и туповаты в каких-то смыслах они лентяи и они думают что просто будет таблеточка которая сделает так что они не будут лениться да можно переходить на финишную прямую тему слушателей давай здесь сразу нам интро-церебрелли практически церебральный прокомментировал говорит скучал за вами во-первых мы тоже за вами скучали интересная и собственно как раз 61 этот отзблеск будущего блин спасибо большое за статью чувак да еще выкладывает такие только как бы как бы время найти такое обсуждать но да богоподобен прокомментировал говорит давайте проангуляр про реакт и много хайпа и в общем прикольная тема ты пишешь что не умеем не знаем поэтому нечего сказать ну вот хороший плохой злой чуть-чуть там конечно никакой конкретики типа там воспользуйте вот этот метод на нем формы быстрее генерируются но да ник бомболевич как обычно нам любит подкидывать проадаптивный веб-дизайн мы собственно поделимся на сайте да-да там просто здоровый лонкрит на элистепарт это в подкасте обсуждать просто нереально Антон пишет ребята спасибо за подкасты маленькая просьба когда делаете монтаж записанного то перед созданием нового проекта либо делайте как было раньше либо задавайте ширину и высоту ручную потому что стандарты 1080 на 1920 добавляют пару полосок по бокам ну короче он про полосок короче мы камтазии я еще не научился пользоваться до этого поэтому факапнулся извините в этот раз нормально будет круто да Ред Манки прокомментировал говорит про наотропы расскажите пацаны плиз хотя наверное вы не любите сам упарывал Луцетам помогает видимо он тоже принимал Луцетам я думаю Луцетам да Луцетам ты просто что-то не прочитал что он обычный Редонли а тут не удержался возможно под Луцетамом не удержался ааа напишу сейчас Ред Манки да действительно ну вот поговорили немножко насущная тема действительно Лисовский прокомментировал хороший плохой злой предлагает нам вот как раз три ссылочки видно что он хромом пользуется судя по вот этим процентикам мне понравился говорит плохой путь а вам какой пацаны а нам хороший понравился я думаю ты со мной занимаешься хороший я да ты мог здесь за меня прям кредит брать под то что я скажу что хороший Ник Бомбалеевич продолжает история URL хорошая статья опять же придется Ник Бомбалеевич она гигантская статья может его контент менеджером возьмем хочешь за шоколадку можно да не за чай да за чефир Виталий Демчук прокомментировал говорит здравствуйте спасибо вам за труды для себя выделяю много полезной информации и получаю вдохновение писать чистый качественный код двигайтесь вперед вы крутые предлагаю разобрать тему про единую платформу для управления к которым я ее по моему оставил на следующий раз а может быть вообще убрал потому что потому что микросервис потому что не понял ни хрена да да Виталий Демчук ну мы не такие умные ты подожди стой в общем да где-то будет видимо где-то будет Петя Петров пишет Марк Сукерберг об основных направлениях развития фейсбук на ближайшие 10 лет рассмотрели прикольная тема Сашко прокомментировал доброго времени суток уважаемые возможно вы уже говорили за условия работы в офисе печеньки, чай, кофе кикер, теннис PS, Xbox комнаты отдыха и прочее как относитесь какие у вас требования мы говорили в подкасте 84 там было про работу в офисе я не помню конкретно про ништячки было там или нет у тебя Никита какие-то требования я честно говоря вот как раз чай, кофе я очень на самом деле такой вот мне насрать на все остальное чай, кофе я тем более не общительный поэтому PS, Xbox это надо же у кого-то набирать геймпад, джойстик что-то подходить включать я вот чай, кофе потому что остальное ну это детство на самом деле то есть я PS, Xbox я поиграл но не дома на работе это работать надо конечно это все такое я вот тоже скептически отношусь к любым таким вещам мы можем замолчить я бы дома в PS, Xbox поиграл но вот на работе я думаю это для плохого и злого пути вот эти все штуки согласен какие-то там требования требования чтобы бабки платили и не уволили мы ж рабы поэтому система дядя Леша прокомментировал доброго времени суток и он приглашает на World Camp Moscow 2016 например говорит забегайте буду рад лично познакомиться 13 августа я вот был бы в Москву я бы приехал без приколов я бы тоже причем даже за билет бы денег отдал хотя там не очень большие я бы 50 рублей за метро бы заплатил ну в общем не в этот раз не в этот раз но все кто из наших зрителей и слушателей будет 13 августа в Москву в Digital Oktober подключайтесь знакомьтесь с дядей Лешей лично да приходите ну в WordPress все-таки вы понимаете ну теплая комьюнити действительно и так сейчас последнее надо напрячься Spring Code у нас час ночи по челябинскому времени приветствую вновь уважаемые авторы данного канала привет да очень рад что обозреваете мотивационные статьи по моей просьбе в позапрошлом выпуске вы мне подсказали что делать и куда двигаться я так и сделал хорошо подумал над собой и пришел к выводу что мне нравится работать с интерфейсами разрабатывать и проектировать их пока устроился фронтенд разработчиком легко устроился взял устройство действительно вот блин пацаны сказали пойду пошел вот мне приятно слушать про то что мы создаем судьбы да и мне стало интересно а какими сервисами или программами вы пользуетесь для прототипирования интерфейсов в своей работе и компании в целом скетч хотели бы какой скетч господи блокнот мы используем wireframe.cc без проблем а дальше уже сразу в браузере или начнем версту на самом деле хотел задать более конкретный для меня вопрос наверное чисто философский в каждом ролике вы отвечаете ребятам на одни и те же вопросы мол если хочешь стать программистом просто знай фундаментальные вещи и все будет хорошо но окей я когда начал учить чистый джаваскрипт условия цикла работа с данными дом аякс понял что писать сайты на чистом джес утомительная вещь да ладно особенно когда попадешь на работу в компанию где сайты штампуют пачками в неделю от которых мало потом толку впоследствии ушел с той работы стал учить jQuery понравилось особенно реактивная работа с дом аякс я думаю реактивная она имеет ввиду быстрая потому что фактически значение этого термина немного другое но это я так докопался куча плагинов которые облегчают тебе жизнь и можно работать не веб программистом а копипастером однако такое ощущение угнетает отношение да отношение угнетает ведь сайты которые делаешь на фрилансе прекращают приносить тебе удовольствие ведь ты не открываешь ничего нового в этих проектах так я прожил несколько лет в итоге открыл для себя AngularJS я был настолько счастлив когда последние разработки SPA ну это SPA салон видимо практически да SPA у тебя код и понятнее и меньше занимает JS файлах ведь получается чистая MVC модель у твоего приложения ну вот решил пойти на работу в серьезную компанию стал рассылать резюме со мной связались ребята с HTML кэдди однако это собеседование было для меня фатальным казалось бы разрабатывать на JavaScript клиентскую часть сайтов умею если чего не знаю стараюсь искать в нужных местах ну или в крайнем случае задаю вопрос на Stack Overflow но без переживаний думал поболтаем с ребятами из этой компании и так оказалось я должен был при них решить тестовые задания чего я вообще не люблю ибо привык решать задачки в спокойной обстановке либо дома ну кстати я согласен с ним первое задание на чистом JavaScript в активном состоянии инпута добавлять ему рамку и убирать в противном второе задание исправить неработающий аякс запрос третье задание объясни почему Type Of 1 равно Number 1 деленный на пустой массив трижды равно Number при делении пустого массива на единицу возвращается тип Number вот тут ребята я просто покраснел когда сидел напротив этих солидных дядек я согласен очень странное задание по поводу выполнения при них я понимаю что они хотят исключить вот этот вот фактор что за тебя сделают да понимаешь даже не этот факт хотя бы просто как ты на это отреагируешь просто когда именно на тебя смотрят сложнее чем когда тебя оставили в аудитории естественно не важно зато это тебе поймет потом как ты будешь с клиентами общаться тебе просто хоп и нервичок дает и все то есть это просто видно как ты реагируешь на нервичок ну да за несколько лет разработки на JS я совершенно забыл как это делается на чистом JS А привык на jQuery это делать На AngularJS А на AngularJS и вовсе напрямую с DOM Ты не должен работать, поэтому используешь некий Архаичный синтексис Однако это было не оправданием Первое задание я провалил, второе задание я тут же не справился Ибо уже не помню, как на чистом JS Он еще, представляешь, замандражировал Происходит манипуляция с объектом XMLHttRequest Я привык либо AJAX от jQuery Либо HTTP с промисами От AngularJS Задание тоже провалил, но третий Я просто и в голове не мог себе представить, зачем делать такие вещи Делить число на массив Ведь в CC++ мы явно такие вещи не можем допустить Ибо это совершенно разные вещи Типы данных и структура данных А там понятно почему А в динамическом языке программирования Тут оказывается и вовсе бред Порой получается До этого я слышал об истории с JS what Зачем нам такие вещи принудительно вызывать Пользы ведь от них нет Однако и на третье задание не смог внятно ответить Мне ребята сказали, что я вовсе не знаю JavaScript И мне нужно полностью учиться с нуля Но чуваки то есть еще и унижались Я не могу Унижали Да, унижали Сказали Таким, как я На место Не место в веб-программировании Ибо подобные бутстап-разработчики Уже всем приелись Как вы прокомментируете такую ситуацию в моей жизни Просто я не понимаю Я старался применять основные техники программирования В реальной жизни А не все это время помнить фундаментальные вещи Которые по факту пригождаются редко Или я что-то не понимаю Мне действительно нужно изменить полностью себя Учиться с нуля Просто я в это не верю То есть чувака реально за фундаментальные яйца взяли Да Ну просто на собеседованиях Всегда за фундаментальные яйца и берут Возможно в этой же компании Тебе бы это больше никогда Кроме собеседования не пригодилось Да, да Просто сам факт в том Я просто первый позволю себе ответить Мы, во-первых, разобрали хороший, плохой, злой пути Я думаю, это так или иначе ответит на большинство вопросов Но если конкретно по пунктам еще пробежаться Да То Понимаешь Сплин коуд Нужно же любить джаваскрипт Если ты на нем пишешь И любить все его приколюшечки Типа Что будет, если один поделить на пустой массив Потом умножить на ноты намбер Какой тип будет возвращаться? Undefined или... Понимаешь, они, видимо, на это и смотрели Вот чувак как? Ему похрену? Или ему не похрен? Да, да, да И они просто поняли, что ты-то был на плохом пути Ты взял, выучил jQuery, Angular И начал клепать А ты-то должен... Ты должен душой быть Джаваскриптурой Здесь знаешь еще в чем проблема? Здесь проблема в замахивании на крутую компанию То есть, понимаешь, если ты пришел туда То придется агрести говна Суть в том, что даже в HTML Academy Возможно в реальной работе Ему бы не надо было это применять Его просто именно хотели посмотреть За фундаментальные яйца его взяли Все правильно Не, ну на самом деле То есть, если ты уже пришел Я вот, к сожалению То есть, если ты пришел действительно В... Такую... Вот к Джаби Хату пришел То будь готов, что тебя закуют в этот, как его... В карбонит Да, потому что капитан Соло нравится мне в карбоните То есть, если ты Хан Соло... Ты им нравился в фундаментальных этих Да, если ты Хан Соло, ты будь готов действительно На вот на этом сраном разваливающемся То есть, с около тысячелетия сжогать там и досвидос Насколько я понимаю Один делить на пустой массив будет number Потому что он в JavaScript, по-моему, в PHP тоже Берет тип первого Делимого Да, не делимого, а делителя Если он непонятен, то берет тип делимого Поэтому два цифра плюс два строка Будет четыре цифры Охренеть То есть, ну а про первые два А что в первом-то сложно? Ты мне другой вопрос скажи Он, видишь, теперь хочет чем-то как жить по жизни Решить, какой ты хочешь путь Хороший, плохой или злой Мы же вот, ну... Да, и что самое главное, видишь, в плохом... Мы рекомендуем хороший Суть в том, что плохой путь В нем тоже знать-то нахрен надо, как оказалось Но в плохом надо знать прикладной И судя по его комментарию jQuery Angular, он знает нормально То есть, он по-плохому уже состоялся Его, видишь, забрали по хорошему пути Его хотели такие Давай сейчас мы его проверим Да, он пошел в компанию, где нужен был хороший путь Ты просто иди или... Тут два варианта Ты или походи по собеседованиям по другим И посмотри, вдруг где-то нужны именно такие, как ты Пацаны, которые решают конкретные проблемы на конкретных инструментах Или уже, да, поднимать вещи какие-то с нуля Это, блин, ни хрена не лишним будет Ну, мне кажется, да Он, в принципе, если он сейчас не тупой чувак А, как мы видим, он достаточно не тупой, судя по комментариям Тебе и несложно будет это сейчас поднять замок Да Ну, если, конечно, захочешь Если ты, конечно, захочешь Да, окей, Кибер Джон прокомментировал Почему вы не рассмотрите рекламные ролики, такие как Магды, Бургерк Что, конечно, что плохо Магды Бургерк Знаешь, что? Я просто хочу сказать, что мы здесь просто веб-дизайн И если чувак хочет что-то конкретное, то давай Мы просто здесь не по видео Здесь очень много... Доброго дня, друзья Доброго дня, суток Я уже упоролся Час ночи Восемь минут второго В тему к вашему прошлому подкасту В раздел для программеров Есть отличная статья на хабре Вдруг кто из слушателей и зрителей пропустил Хабр-хабр Ссылочка Мы уже новостью делились на сайте, ты пишешь Правда, Харр? Просто реально Я именно эту новость и прикладывал Как раз с хабра Он хотел, может быть, чтобы мы зачитали В общем, короче, еще раз Давайте, ребята, кто дослушал досюда Вы наверняка самые стойкие И наверняка у вас есть силы Как-то меньше стало комментариев Ты заметил, да? На сайте Я буду с отпусками связывать Буду оправдывать наших зрителей и слушателей Потому что, если вы сейчас обленитесь Мы эту опцию закроем И не сможете с нами общаться Вот так вот буду вам злодействовать с вами Да, и сплинкод Я забыл тебе сказать Спасибо за длинные комментарии Пиши еще Да То есть, ну вы поняли задание Вам просто домашнее задание Кинуть прикольную ссылочку Описать, что там И чтобы нам было это интересно Без ссылок, если будете что-то писать То пишите хотя бы как сплинкод Да, это круто Про это есть хотя бы что проговорить Потому что про макт и бурьер К сожалению Да, давай обойка Обойка какая у нас Обойка у нас Замечательная на самом деле Здесь Ты сразу хочешь подкаст Ну да, наш подкаст Он просто нас нашел Мы вон там справа вдвоем Нас сейчас накроют Волной А, это волны что ли? Или это горы Я хрен его знаю Ну короче, мы справа Это факт Да А по центру возможно сплинкод А по центру наш подкаст Ну да Наш подкаст Я думаю Это весь водоем Да, может быть А возможно Сплинкод Действительно Он ловит Себе жизнь А вот Палка Которая торчит Это то На что его насадили В html И он Сразу удочку И что Ну как бы Надо как-то Что-то это Согласен Согласен Стеснение Своё Как-то преодолевать После этого Удачи Кстати В любом случае Желаем Давайте все Поставьте палец Вверх Под этим видео За удачу Сплинкод И чтобы у него Все нормально Получилось Ещё подписывайтесь На соцсетях Вконтакте В твиттере В фейсбуке В инстаграме В гугл плюсе В инстаграме Тебе фоточки Каждый раз Постим Даже в этот раз Было Так что да Не забывайте Ставьте в iTunes Нам звёздочки Пишите отзывы И на ютюбе Да Ещё раз скажу Ставьте пальцы Вверх Пишите комментарии Любой интерактив Он нас мотивирует Работать и дальше А сегодня С вами были Как обычно Никита Тарасов И Александр Гончаров Удачного всем дня Увидимся Пока Пока